здравствуйте очень рад вас всех видеть в добром здравии надеюсь что вопрос который мы сегодня поднимем вы поймете на это конечно нужно время но тем не менее оно у нас есть есть бумага есть писать задавайте вопросы я постараюсь излагать материал так чтобы вас вопросов осталось поменьше потому что я в принципе знаю какие вопросы всегда мучают его и стараюсь на них предварительно ответить а уж что останется мы тогда обсудим конкретно хорошо если же делаю то чего не хочу то соглашаюсь законом что он доллар а потому у меня делает у нас живущий вам не грех и за знает что не живет во мне то есть в оплоти моей или прям потому что желание добра есть вам не до но чтобы сделать он этого не нахожу доброго которого хочу не делаю в BILL который не хочу сделать если же я делаю то чего не хочу уже не я делаю дорож 더 живущие женщин грех и так я нахожу закон что когда хочу делать доброе, это лежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закону греховного, находящийся в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. И так тот же самый. Я умом служу закону Божию, а плотию служу закону греха, потому что закон Духа жизни во Христе. Итак, не хватит, ладно. О чем это говорит? Здесь вот чуть-чуть немножко не так, как, скажем, у меня Библия, просто разные издания, чуть-чуть переводы не те, но смысл какой? Вот то, что он называл плотью, что он не может победить во плоти грех, что вроде он хочет служить Богу и не хочу грешить, а плоть не подчиняется. Так вот, это не плоть, а мы, скажем так, более конкретно скажем, что нам мешает? Мозг. И вот Рушин прекрасно пишет, что никто никогда не искал дьявола под покровом рассудка. А он там у каждого нас сидит, как этот поводырь, и командует. Формируются мысли, которые мы не хотим, но они формируются. А часто мы поддаемся им и делаем то, что не хотим. Но кажется, что так вынуждены делать. А на самом деле противостоять этому, как раз я и расскажу, каким образом. Потому что в свое время, когда у меня начинались эти события, это 94-й год, первое, с чем я столкнулся, начался диалог, что зачем тебе это надо? То есть я вот услышал, я посчитал, что это какой-то дуализм внутренний. Буквально 10 минут хватило понять, что не я это сам с собой беседую. Тогда я напрягся, потому что было ощущение, что я схожу с ума. Я бывший там главный жене строительного управления, у меня мозг сильный, вдруг это, ну да что же происходит? Ну не буду я много времени тратить на это. Просто дошло до того, что я сказал, я пойду ва-банк. То есть ничего не боюсь и так далее. И позже, значит, когда я начал бороться, мне сказали, если ты победишь свои грехи, тогда ты сможешь дать другим это. Если ты не справишься, бесполезно. То есть таких очень много, которые призывают, но сами не умеют этого дела. И с чем я столкнулся? С тем, что я пытаюсь осмыслить, скажем, почему обида греховна? Или почему страх греховен? Или почему он и не греховный? Непонятна логика, потому что, скажем, в обиде мы как пострадавшая сторона, жертва, почему мы несем ответственность за это? Потому что это грех. Пытаясь разобраться, а мозги мои мне не подчиняются. То есть я хочу настроиться, разобраться и вот ощущение, что в голове начинается сумбур. И остановить сумбур не могу. И когда я так посидел день, два, три, по другому поводу тоже мои отношения с Богом выясним, не получается. По горизонтали, в материи, пожалуйста, решая бытовые задачи, инженерные свои задачи, никто не мешает. Как только я и Бог, тема, в голову как будто что-то влезает, а начинается вот так. Я не могу сосредоточиться. И когда это происходило уже несколько дней, я понял, что я не хозяин своего мозга, если честно сказать. Я не могу им управлять по какой-то определенной теме. Я делаю выводы. Что делать? Здороваться? А у меня, к счастью, характер был, я упорный. В воле есть, есть все, но надо найти тогда, каким образом. Я понял, что какая-то сила пытается навязать мне свой тип мышления, не то, что я хочу. Это вот тут есть это, почему я прочитал недавно Павел. Я читал много фантастики в молодости. Я применил кое-какие вещи сначала, для начала этого хватило. А каким образом блокировать сканирование, когда миксера с другого там сканируют. А потом я нашел более простой способ. Если вы знаете, что такое технология, это последовательность определенных операций в процессе, правильно? Проще всего говоря, возьмите даже сготовить пирог или плов, или какое-то блюдо. Начинается с чего? Берешь кастрюлю или казан, смотришь, чистый он или нет. Если не чистый, значит надо вымыть. Потом смотришь, с чего себя жарить. Там потушить масло хотя бы какое-то налить. Потом там мясо потушить, лук, последовательно что-то идет, идет. Я вам рассказываю, я это все вижу. Образы мне сразу идут. И я думаю, у многих это тоже происходит. У всех, в принципе, одинаково. Когда вы видите, вы знаете, что после того, как кастрюлю вымыли, вы не будете, скажем, туда в сухую кастрюлю рис сыпать с сухой, правильно? Вы знаете, что последовательность операции, у вас есть опыт. Вот именно это помогло мне в свое время выковать, скажем, оружие против тьмы, которое мне пыталось все время подчинять себе через вот это. В чем формировались мысли от моего имени. Такое ощущение, что это я так думаю, ничего подобного. То есть вот сидит как бы зав. отделом по этому факту. И вот у них тоже свои отделы есть. Полный имя, по страху. И они формируют у меня мышление. И я до 46 лет думал, что это я думаю, а на самом деле нет. Во многих, скажем так, эпизоды своей жизни окажется меня подводили на то, что меня толкали, на то, что делать было не надо. Можно было избежать этого. И вот один такой момент я расскажу, с чего я начал. Взял, у меня под рукой был карандаш. То, что у меня началось рисование, то, что я делал психографию. То есть сама рука начала водить. Ответы на вопросы. Вверх линия – да, вниз – нет. У меня появился автоответчик. Я его сразу начал использовать для, скажем, постирания этой темы. Беру карандаш. Еще состоит дерево, грифель, краском покрашенный. Простенький. Ну и вспоминаю, как в фильме «Девчата» деревья рубят, сучат, веселые такие лесорубы. Мне это было приятно. Как трактор тащит эти уже стволы к реке куда-то, сбрасывает, кто знает, плотогоны куда-то везут в промзону. Там это напилонами распиливают. Есть строительный лес, есть деловой, ну и так далее. А мелкие какие-то осколки их уже пускают на карандаши, на поделки и всякие прочее. Это по дереву. Ну, кто знает технологию, скажем, грифеля, это, значит, какие-то породы, их рыхлят, перемалывают определенную консистенцию. То есть мелкодисперсная пудра, потом клеющий состав добавляют, смешивают, выдавливают через какие-то экструдеры, там, термообработка. Вот все, что вы знаете по каким-то технологиям, нужно применить. Последовательность операции лишает тьму возможности влезть между этими двумя операциями, потому что ваш опыт четко знает, что за этим будет это. И вдруг, я думаю, чего себе, так это и есть оружие, оказывается. Начал это применять, и как от дома до работы доехать, выхожу, буквально кнопка лифта, поехал вниз, вышел там троллейбус, сел, доехал, вот она остановка, вот уже метро. С такой скоростью, где-то минуты две я буквально живу. Так я доехал до работы. Сколько угодно можно таких вещей делать, последовательность которых как бы незыблемо. Мне полгода хватило для того, чтобы мозг уже четко стал моим. Хотя уже первые дивиденды я стал получать через месяц-полтора. Я пробиваюсь, я начинаю понимать и заставлять мой мозг работать на эту тему вертикально. И что тогда использовал? Тут неожиданно. Настолько все оказалось просто. Я был просто поражен. Значит, мы все фактически в земле зомбированы. А чем? Позже мы к этому вернемся. И мозг, когда стал подчиняться. У нас только быстро удалось разобраться с чаем. Смотрите. Первое, за что я взялся, обида. Это очень такая распространенная эмоция, поскольку у нас очень много несправедливости внешне. Правильно, да? И я нарисовал вот так линию. Это моя судьба. В сегодняшний день, скажем, это был начало апреля 2004 года. В прошлом дня, естественно, не свят. Как? Следовательно, что такое несвятость? Это некая преступность перед законом Божьим. Вряд это преступление. И вот для меня произведена какая-то запись. Я посчитал, что 30-40 раз я грешу. День одни эмоциями, словами не веду вас. А вот какие-то эмоции. Такая, такая. Остраждение. Обида. Страх. Тут еще что-то. Претензии такие какие-то. Что же он делает? Тут аж мускул этот наливается силой. И посчитал, умножил он 365 дней в году и умножил он на весь сознательный свой возраст. И оказалось, как говорили в раке, это сумасшедшие эти сотни тысяч. Я думаю, это еще, может, я к себе отнесся так хорошо. А может, это много больше будет. Вот оно прошлое. И по законам, которые вы прекрасно знаете, что сеет человек, то и пожинает сто лицей. Что сеет, то и пожинает сто лицей. То есть каждый грех обязательно придет к нашу судьбу. Следовательно, мы эту фразу знаем, но почему-то не хотим ее анализировать. Что наше будущее, начиная с сегодняшнего момента, осознанное. Вот так вот оно формируется. То есть мы сами строители своей жизни, свое здоровье, своей судьбы. Напоминаю, что судьба происходит от слова Суд. Жизнь нас судит. В русском языке очень много таких интересных корней. И вот началось с того, что меня подставил мой старый товарищ, который мне абсолютно верил. И настолько мне подставил, что я тут думаю, настолько обида была. Я думаю, вот не зарывай. Вот сейчас на практике попробуй разобраться, что это такое. Я думаю, если вот он сейчас мне сделал очень больно и плохо, не если то, что я лет двадцать назад тоже кому-то сделал, может быть, немножечко плохо. А сейчас в Турице пришел ответ. То есть за зерно приходит колос зла, врожайка. Если заключить так, что мешает мне поверить в эту систему? Я тогда должен поверить в Бога. Есть Бог, и есть Его закон, который приводит в действие эти пружины. Следовательно, если у меня есть вера, логика это работает. Если ты веры нет, логика не работает. Поэтому и Библия позже, когда я стал читать ее, Иисус говорил, что вера – это краеугольниками. Если нет веры, вход закрыт для нас. Потому что вера – это форма. Бог есть и есть человек, сотворенный Богом, Дух Его. Поэтому, если я творю форму, Бога нет, следовательно, я закрываю ворота сам по свободе выбора, данного тем же Богом. Он говорит, пожалуйста, не верьте, не надо. Хорошо вам живется без меня. Живите. Но если я верю в Бога, а вера – это еще не убежденность. Вера в науке называется априори. Из опыта. И когда ученые какие-то серии экспериментов делают, они всегда верят, что в результате именно вот этой серии экспериментов он придет к удаче. Если бы он не верил, что это не так, он бы их не ставил. В том-то и дело, что он пока не знает, приведет это к успеху или нет. Но вот ему кажется, и его лаборатории и так далее, что именно вот эта серия может привести. Вот поэтому и я сказал, я допускаю, что есть Бог от всей души. Возможно, он и есть, но я буду проверять, действует ли это или не действует. Вот моя обида. Значит, если я заслуженно понес наказание, кара по закону, значит человек, некто Х, который был инструментом в руках закона, здесь сделав мне больно, всего лишь навсего был посредником. И все. Значит, я не сколько на человека обижаюсь, сколько я обижаюсь на действие закона Божьего. Это серьезно. Я не хочу ссориться с Богом. Потому что, да, я понял, что мотивация, мне хватит этой мотивации для борьбы. Поэтому, если обида, рассматривать вот так обиду, получается, что я права не имею на эту эмоцию, исходя из этих соображений. Почему я осмыслил только тогда, когда у меня голова освободилась от этого, да мне же не дали это понимать. Это разве сложно? Что за две тысячи лет нельзя было в церкви вот это разобраться и выдать нам? Вот почему я читал, сколько этой истории христианства, разных направлений? Копался, где же ошибки были допущены? Возня идет везде, где был Иисус Бог или Он не был Бог? Нанофизиты, полифизиты. Что только я не перелопатил. Всякие там святые, блаженный Августин, там какой-то златоуст. Это все вот читаю, читаю, читаю. И вот у меня ощущение пусто. Пусто. Когда докопался до апостолов, начал серьезно их постигать только через несколько лет. Меня до Библии не допускали. У меня прям шел текст. Не читай Библию, ты ее не поймешь. Там и от человека, и от Бога. И ты не сможешь отделить, потому что ты еще не готов. Я говорю, а что мне делать? Борись вот с этим. Совсем отрицательным, что у тебя есть, когда ты это закончишь или близок будешь к этому, тогда тебе откроется Библия по-другому. Я поверил, послушался. Вот у меня как, знаете, сказка есть про козлят. Помните, когда мама уходила на рынок? Она сказала, я приду и скажу, я два очка принесла, открывайте дверь, морите никому не открывайте, волк придет и съест. И поэтому я этот тембр мамы всегда очень хорошо чувствую. Волк приходит и на человек ложные вталкивает. У меня ощущение сразу. Нет, это не мама. В сказке очень хорошо, так сказать, они интерпретируют эти вещи. Вибрации не те. Не только звуковые, но и вибрации в руке тоже интересные очень. Вот разобрался в этом и получилось, что обида, если, допустим, вы обижаетесь, что происходит, скажем так, на взаимоотношениях человека с Богом. Вот конкретный человек обиделся, пусть это уже будет Игорь, обиделся. Он проигнорировал, что закон ему возвращает правильно, то есть повинную голову меч не сечет, а он не хочет, не каяться, не признавать, что он заслуженно страдает. В таком случае эта обида заворачивается, переносится в будущее. Но дистанция между преступлением и наказанием сокращается и, скажем так, тяжесть наказания увеличивается. Здесь человек не принял. Тогда это происходит еще раз. Тогда вот так будет еще короче, еще сильнее. Значит, была тут вишенка, тут яблоко, тут арбуз, тут тыква и так далее. В конце концов, будет полное поражение человека в половах, и начинаются сильные болезни, потери имущества, гибель в конце концов, себя, детей и так далее. И сейчас это с кожи рядом происходит. А почему? Возьмите собирательный образ какого-то гражданина. Пусть там Россия, Германия, Франция, Италия, Израиля. Какая разница? Мы абсолютно все под единым законом ходим. Все. Абсолютно. Отсюда умножив то, что человек не желает разбираться в этой системе, а помочь ему призваны были церкви. Ведь Иисус для них их и оставил. Ведь идите и говорите миру. Слово висите. Они должны были учить, а не становиться вот этой гордыней, чтобы мы их лучше знали, чем ты. У них между ними началась грязня еще в то время, когда они все были. У них появились свои ученики. Ученики еще больше растащили. Как получилось из одного ствола. Бог и Христос. Верик получился. И уже, говорю, во втором веке. Ирион Ленейский и Ирины Леонский. Сказал, что христианство уходит в песок. Сотни направлений надо остановить и канонизировать. Не получилось. В втором веке канонизировали только, если вы знаете, после Константина, когда был Константин, император Рима. В 325 году Никейский собор. Вот тогда все это произошло. С начала четвертого века. До четвертого века настолько все было утеряно, все ключи. И почему? Потому что, чтобы разобраться в этом, нужно победить сначала, как Иисус говорил, вытащи свое собственное бревно. Если ты его вытащишь, ты многое что сам поймешь. Тогда ты увидишь все. А человеку заниматься этим некогда. А ученик Христа, он его слышал. Верьте ему все. И вот у того же Павла вы найдете. Он ругает. Это Петра, который там неправильно, это неправильно. Верьте мне. А кто он, как личность Павла? Ну, во-первых, не будет там его гражданскую профессию. Он там делатель палаток. Он учился на раввина. Но он привнес в христианство как раз то, что его Лев Толстой тоже уличил в этом, что павлианство стало у нас, а не христианство. Потому что из иудаизма, а вы найдете в Библии, по-моему, в главе левит, где как прощается древним евреям грех. То есть накладываются руки на жертвенное животное, встряхивается грех, животное ритуально убивается. Грех уничтожен, человек чист. Это, в общем-то, магия. Племенная магия была. Еще задолго до Христа. Поэтому Иисус говорил, Бог хочет милости, а не жертвы. Причем здесь животное и вы со своим поведением. Естественно, стал врагом. То есть существующие доктрины религиозные. Поэтому и Павел, то, что Иисус кровью Свои искупил всех нас. И Душин развенчивает всю эту программу как-то сложную очень серьезно. Потому что Душин – это Евангелие фактически, которое обещано было Христом в Старе Библии. Вот он говорит, вы видели где-нибудь, чтобы Отец спасал своего сына на уничтожение, чтобы искупить каких-то людей. И люди после этого искупленные продолжают вести себя еще хуже. И ждут, когда придет второе пришествие, чтобы опять с них бесплатно все сняли. Они в благодарность гвоздочками перебьют очередного посланца. Вы видели такой абсурд? Что вы думаете, что у Бога немножко другая логика, что Он будет терпеть ваши все вот эти формы поведения, которые сейчас на земле? Этот кошмар. Ради чего Бог вдруг должен посылать? Вот это фактически сам Бог пришел к нам. Это Его луч, Его, может быть, правая рука. Вернемся все-таки к этой теме, она такая более конкретная. Значит, получается, что остановить вот это можно только знание. Знание, что это такое и каким образом взаимодействует эта система законов. Но, чтобы познавать это, нужна воля, просто перечислить даже веру. Вот у меня и начался такой процесс. Я понял, что вера – это главное. Если вера есть, тогда начинаешь понимать, почему вера греховная. Потому что ты узнаешь, что существует Бог, а значит, есть и закон, а ему надо подчиняться. Если человек верит, он не позволяет подчиняться закону, это великовая вера. Вы не верите. Настоящая вера – душевная. Она вас заставит работать, как она и меня заставила. Потому что я, если чем-то начинал заниматься всегда, я говорю – либо я буду этим заниматься, либо я не буду этим заниматься, я все буду, я буду заниматься серьезно. Просто тратить время жизни, я всегда жизнь ценю. Я не хочу просто тратить время на какие-то непонятные подделки. И получается, что сейчас сюда, кстати, относятся не только обида, но и умение. Потому что умение – это молчаливое, умилое обвинение Господа Бога, что он нам жизнь плохую сторону. А виноват кто? Вы сами понимаете. Вы сами виноваты. И умение, и раздражение, и гнев, претензии какие-то и так далее. Потому что что, что с нами не происходит, справедливость, и Бог совершенствовал. Соответственно, гнев, который Он сотворил – совершенство. Ибо совершенство творит только совершенство. Это абсолютная справедливость, это абсолютная сила. Почему я называю это? Абсолют. И что тогда? Да. Если это совершенство, почему же мы несовершенные, мы знаем, люди, что мы несовершенные и греховные? Почему же мы обвиняем в конечном итоге и не подчиняемся закону? Это всего лишь только на все наше время. Опять же, не верим. И такая церковь, такая церковь. Я даже неправильно. Конфессия, конфессия, конфессия. Сейчас сотни конфессий. В каждом крупном рукаве, скажем, по несколько десятков, а есть и больше. Я сразу определю, что такое церковь, чтобы она не приходила, скажем, отстаивать свою позицию. Меня обвиняют, что я противостою церкви. Давайте, говорю, попробуем определить термин церковь. По определению богословов – это тело Христа. И вот если мы сидим кусочек и запьем символические вот эти вещи, мы причастны. Причастие. Причастие – таково отдельного слова не бывает. Причастие к чему? К Христу, к христианству. Я говорю, а что сказал Иисус по поводу своего тела? Он сказал, я воплощенное Слово Божие. То есть, воплощенное, воплотить Слово. Есть его, пейте его. То есть, это не значит, что я должен грызть своего пророка или сына Божия. А это значит, что я должен жить этим Словом, сделать его внутренним содержанием. От всей души причем. Возлюби голоса его всем сердцем, возлюби его душой. Только так становится человек причастен к христианству. Иначе он причастен кому угодно, к католичеству, к адвентистам, к евангелистам. Сейчас колоссальное количество сект и направлений. И в конечном итоге человек уходит по каким-то ложным тропам. Вы сами понимаете. При одном Боге и при едином посланце Иисусе Христе не может быть разночтений. Вот в статье, которую я привезла, там написано в предисловии Жан-Жак Руссо. Много путей ведут к заблуждениям и только один кости. Потому что истина – это абсолютно четкая, строгая дорога, направление, идея. Она не имеет расхождения. И она очень простая и ясная. Вот поэтому еще раз говорю, прежде всего надо было освободить голову от влияния черноты. А чернота почему меня давила? А это же мои грехи. Это все мое прошлое, она меня насела. Ты куда, Одессея? Освободиться решил от нас. Потому что искупление идет. Ни един священник, ни единого греха, ни единой пылинки не искупил у нас. Никогда. Потому что, если бы они не умели это делать, даром избавлять нас от грехов, тогда после прощения грехов мы вставали бы абсолютно здоровы. Счастье у нас просто пребывало. Ведрами почему? А вы страдаете за грехи ваши. Вы страдаете за грехи ваши. И почему-то после прощения грехов у нас все то же самое продолжается. Ничего не меняется. Это же профанация. А люди верят почему-то. Потому что хочется верить, что они стали безгрешными хоть на какое-то время. Поэтому, сами понимаете, что далеко все это не так. И вот если вы умножить это, скажем, на 150 миллионов россиян, грубиться вот это все хуже и хуже. И мир то же самое. Мы в мире далеко не сладкие процессы идут. Куда они не посмотрели, где войны, грабеж идет. Причем под ширмой этой демократии, какой-то свободы. Об этом даже стихи есть. Дальше, это вот по поводу обиды. Потому что это важнейший момент. Когда у меня это стало получаться, я это освоил. И все лишь полгода помогать. И вот полгода, через полгода я чувствую, что у меня здоровье лучше. У меня только проснулись сенсорные способности. Я только сам себя начал лечить. Лечить и другим людям спокойно помогать. У меня дочка говорит, слушай, приложи мне руку, как у меня от тебя хорошо. Положил мне, почки перестало болеть. И там жене помогу, еще кому-то помогу. Потом стал от этого тоже болеть. И понял, что я что-то не то делаю. Ну подсказки были. Говорит, а ты научись защищаться. Ты не просто должен снимать болезнь с кого-то. Но не пропускать ее в свое поле. Научился я этому. И немножко блог целительства оставил попозже. Потому что это важнее намного. Дальше, это вот по поводу эмоций. Вызывается все это в христианцах? Смирение. Если я не злюсь ни на кого, не обижаюсь, мне много пакостей пытаются делать. Иногда и получается. У меня нет ни ненависти к ним, ни злобы. Даже обиды нет. Она давно расставила. Двадцать лет в тимур. Я просто смотрю и думаю. Ну выбрал человек быть вот таким моральным уродом? Ну точно таким и будет. И помню, что Бог воздает всем. Я сам проверил. Это действует со системой? Следовательно, зачем мне суетиться? Он получит свое. Мало того, он намного больше получит. Если бы он убежал грешника, это одно. А он насел на меня, а я защищен волей. Почему? А я к ней со всей силы иду. Все, что могу, я делаю. Я выполняю график максимальный. Следовательно, я максимально защищен. И сколько раз это проверял уже в жизни. Поэтому смирение христианское, оно вот такое. И требуется не просто вот, скажем, запрет обиды. Вы никогда не победите. А почему? У вас есть прекрасный инструмент. Логика. Мозг. И он нам тоже Богу дал. И пока вы собственному мозгу не объясните, в чём дело тут. У вас время панен будет сидеть. Он вам не даст задушить обиды. Вот в чём дело. А для того, чтобы начать, ещё раз возвращаясь. Можете вас записать себе толстыми или большими буквами. Освободить мозг сначала. Концентрация. То, что я вам рассказывал про технологию. Вы можете использовать это. Тренируйтесь. Не так уж много времени надо, чтобы поставить мозг на место. То есть переподчините вы от тьмы своей душе. Вот тогда всё будет здорово. Тогда мозг будет работать в ваше благо, а не против вас. Здравствуйте, Алина. Я всё-таки не очень поняла. Мы могли бы ещё раз чуть-чуть поподробнее, но просто другими словами. Как переподчинить и как не обижаться. А всё равно приют. В этот момент насело на себя. Вот человек. Вот его передний мозг в основном. Передний мозг. Логика. Вот грехи ваши. Которые фактически формируют за вас смышления. И вы думаете, что это вы. А если я начинаю с ними бороться. Молиться и просить у Бога помощи. Тогда идёт поддержка. Потому что я поверил. Сам построил форму. Я Бог открыт. Только вера должна быть нерассудочная. Когда я говорю, я верю. Ничего подобного. Когда вы здесь верите. Помните фразу. Не будете как дети. Вы идёте в царство небесное. Вот ребёнок вот так верит. Он бескомпромиссен. Он если дружит, он дружит. Если ссорится. Он ссорится. У него нет лицемерия. Ещё маленький. У него ещё мозг. Неспособен на это. Вот об этом я говорю. Искренняя вера открывает врата. Это форма. Бог. Святой Дух. Воля Его. Сотворил Дух наш. Соответственно. Творческая воля. Наделила нас тоже способность утворить. И если я творю. Не верю. Бог говорит. Пожалуйста. А если верю. Ко мне помощь пошла. Но только вера должна сопровождаться. Что борьбой. Мы должны свою преступность уничтожить. Тем самым. Мы начинаем служить Богу. Это я сказал. Чего подобного. Это Иисус сказал. Какова твоя наивайшая заповедь. В 22 главе Матвея. Он на него спрашивает. Он говорит. Вы любите Бога своего. Всем сердцем. Разумением. Душой своей. Я тогда понял. Что без этого не бывает христианина. Без любви к Богу. А что такое любовь к Богу? Ответ в Евангелии от Иоанна. Если любите меня. Выполните мне заповедь. Кто их не выполняет. Меня не любит. И так. И так. Он пять раз. Доминирующая фраза. Примерно идет. И так далее. Поэтому. Любить Бога. Это значит выполнять заповедь. Другой любить Бога не бывает. Потому что. Процесс на земле. Провален. Тем. Любить. Мы вот так все испачкали. Коряги. Все. Мы миллионы и миллионы лет. Сотни миллионов лет. Живем вот так. И об этом есть литература. В серой книге. Статьи. Майкла Кремота. И так далее. Потом почитаете. Что земля давно уже облеплена. Вот так. Это не просто глушит эти знания. Так вот. Вот эта вся сгущенка. Это противостояние Богу. Что бы отсюда выбраться на свободу с чистой совестью. Как на некоторых воротах написано. Нужно знать как это делается. Голый призыв. Давайте платить налоги. Давайте жить по заповедям. И самое призывающее этого не делают. Ни те, ни другие. Ни политики. Ни экономисты. Ни храм. Никто. Может они хотят. Но гордыня не мешает. Мы. Я сколько с ним беседовал. Я говорю. Я фактически. Работаю и на вас. И за вас. Говорю. Давайте объединимся. Ко вам люди ходят. Вам верят. Давайте поговорим. Я же ничего не скрываю. Мне ничего не надо. Мне ни денег не надо. Ни славы не надо. Я могу вот за воротами работать. И все. Нет. Ты кто такой здесь? Нет. Ты не посвященное лицо. Какие-то три епископа должны собраться. Что-то там тебя рукоположить. Или что-то такое там. Говорю. Ладно. И что тогда? Значит. Вот эта тьма. Это противостояние Богу. Вот сколько нас на земле есть. Миллиардов. В том сне и мы здесь сидящим. Вот. Это все причастно. Чем своими грехами мы постоянно пополняем эту чашу. Поэтому прекратить враждовать с Богом. Это значит научиться жить по заповеди. Но заповеди человек должен соблюдать. Это дела. Грубые поступки. Есть слова. Это звуковое оформление. 340 метров в секунду. Это мышление. 300 тысяч километров в секунду. И как разобралась трансионная физика. Чувство. Или как магия называет. Астрал. Примерно на два порядка выше скорость Луны. Чем скорость мысли. Может быть даже как некоторые авторы говорят. В 400 раз быстрее. То есть умножите цель. Скорость света. На 400. В 400. Забегая вперед. Могу сказать. Представьте. Что я нарисовал атом. С электроном. Зарядом не усоединится. Тут. Если тут 4 электронных. 4 протона. 4 нейтрона. Ну прям нормальный атом. Центробежная сила. Центробежная. Центробежная. Уравнивает. На определенных уровнях. Непрочастицы эти. Что происходит. Если атом в гармонии находится. Идеальный атом. Он пронизан вот этой волной. И из таких атомов человек. Клетки состоят. Он абсолютно здоров. Он болеет. Даже если ему 80 лет. Но. Что выводит атом из баланса. Страх в 400 раз сильнее. Удар страха сминает оболочки вот эти. У нас электрон начинает так прыгать. Если удары частые. Годами. Страх. Гадания. Обиды. Ревность. Зависть. И так далее. И так далее. Много эмоций. Раздражение. Происходит что. Забирается до ядра атома. И начинаются на генетику. Накладываются определенные клише. Пожалуйста. Вот вам накопление. С возрастом. Передача от детям. Это отдельный вопрос. Я уже не буду путать. То одну тему. То другую. Я просто забежу. Картинка появилась. Лучше используется. То есть наша болезнь происходит от этого. У меня была и язва. И там сердце. И суставы. И ангины бронхиты. Я перечислять не буду. Много чего было. Мне было 46 лет. Уже через полгода я почувствовал себя. Потихонечку начинаю освобождаться от этого. А через 3-4 года мне совсем хорошо стало. И сейчас, говорю, у меня скорость 67. Рекарства себя чувствуют. Я не могу сказать, что я абсолютно здоров. Там немножечко. Но абсолютно жить можно. Я не пью никаких лекарств. Я не обращаюсь к лечению. Они мне не нужны. И часто я страдаю не от того, что я там болею, а от многих людей. Новичков чаще всего. И испытываю эти удары вот этого кольца на себя. Или как этого котла. Потому что здесь действует как мафия. Если одного черта уничтожишь, то наши бьют. Они все на тебя кидаются. И когда-то это мне было подтверждением. Что я вытаскивал людей из разных ситуаций. И повредили по этим. Единственное условие. Идите вверх с максимальной скоростью. Это условие от Бога. Если так, я вам помогу. Если нет, я не смогу помочь. Потому что по закону не положу. Даже если выхачу. А вот тогда наваливается вся эта масса. И для меня вот это укрепление веры в воду. Если, допустим, я помогаю человеку. И вытаскиваю одного, второго, третьего, четвертого. И у меня это получается. Многомиллиардная от этой массы. Со мной сделать ничего не может. Потому что я такой великий. Ничего подобного. Бог со мной. Вот что мне веру крепило. Чтобы были ситуации, когда приходили на дом с револьверами. И ничего не могли сделать. И когда два, три, четыре таких момента. Я теперь не верю, что Бог есть. Я говорю, знаешь, что там есть. Происходит как раз фактически то, что я и ожидал. Вот тогда была проверка. Первое, конечно, время проверяешь. Потому что вера перетекает в убежденность. Убежденность – это другая фаза. Веру можно поколебать. Убежденность – нет. Когда тысячекратный опыт говорит. Говорите мне, что хотите. Хоть пять церквей соберутся и скажут. Ты не прав. Ты то, то. Ну и живите своей дорогой. Идите. А если не мешайте мне идти туда, к ним нехорошо. У меня тут здоровье. У меня тут больше удачи. И все. Человек ищет там, где ему хорошо, а не там, где ему плохо. Дальше возьмем эмоцию такую, как страх. Чем я побеждал страх? С этими эмоциями, понимаете. Да, группа эмоций. Раздражение, обиды, умения. А страх. Вот, когда у меня такая ситуация складывалась, неоднократно. Я всегда говорил. Я изо всех сил стараюсь выполнять график. По координате идет рост духовный. А всыс – это время. То есть график какой? Чем круче график, тем среди и суверения я больше расту. И у меня это стало получаться. Поэтому я, главное, следил за этим. А каким образом следил? Если мне жизнь начинает часто бить, начинает по мелочи. Вот утром встаю, только начинаю бриться. Я либо порезался, либо тут уронил щетку зубную. Раз, два, мне хватает уже двух. Что-то не в порядке в нашем отечестве. Ну-ка давай, раз обзоры смотрю, идет нашествие. Отобьешься – все успокаивается. Надо уметь читать жизнь. Помните, вот Каэлью как раз об этом пишет. Один из авторов, который, может, понимает в этой области. И когда здесь делает вот так человек, тогда Бог не во стороне. Ты выполняешь свои условия договора, Елизавета. Бог говорит, прекращай со мной враждовать. Я говорю, изо всех сил. Стараюсь, как ребенок, честно. Тогда помощь идет. И когда, говорю, ситуация такая грозная складывалась, я говорю, ну если я прав, значит я стану человеку. Не прав. Ну что сделаю? Значит погибнул. Жутковато было. Но я сказал, я не буду не прятаться, ничего. Вот я выдержу это. Это что? Проверка на вшивость. Эта ситуация вдруг неожиданно отменяется. Она резко уходит, как бы на какой-то спокойный вариант. И уходит. Раз так ушел, второй, третий. И я понимаю, что меня проверяют. Одно дело говорить, что ты не боишься, а другое дело, когда реально без проверки ничего не получается. Это не значит, что у вас будет то же самое. Потому что у меня немножко другая задача была. Я немножко вчера рассказал, что когда у меня диалог состоялся, первый такой серьезный, я сказал, я хочу идти по максимальному графику. А это значит максимальное искупление. То есть за единицу времени, ведь проходить туда без искупления невозможно. А искупление по Библии. Прощайте и прощения будете. Кому вы будете прощать, то мой отец простит. Два раза я в наших родил Библиотек. Вот на этом я распределяю очень хорошо, понятно. Прощайте вот здесь, сейчас. И прощения будете по этому эпизоду. Прощайте и прощения будете. Прощайте и прощения будете. Так вот этот рюкзак старый начинает таять. Именно это позволяет списать прошлые долги. То, что камни мы разбрасывали, мы их сейчас собираем. И это идет через страдания. Либо через любовь. Это еще надо уметь любить. Отдать себя кому-то серьезно. Поэтому график может быть за себя. Тогда не столь грозный будет вариант. Второй – за людей. Крупный масштаб каких-то. Или идти за всех. Вот я начинал сначала так, потом я сказал, я пойду за всех. И мне сказали, что ты покинешь. Вариант такой. Есть очень большой шанс, но ты не уезжаешь. Я говорю, я не боюсь. И мне говорят, идешь, боишься. И я подумал, сейчас придут меня убивать за идею. Ведь не отдамся же. Забегу. Да, говорю, боюсь. Говорит, вот ты сначала мысли, чувства, волю свою. И цель собери воедино. И душой это прими, а не просто болтай. Что твои мозги говорят. И мне было стыдно. Меня увлечили в лицемерии в таком. И где-то около месяца шла борьба со страхом. И вот когда я это все принял, тогда и пошло избиение по полной программе. Мое избиение. Мне было очень тяжело эти первые полгода. Но вот я прорывался еще раз. Говорит, не значит у вас это будет. Каждый выбирает для себя открыться. Как в стихах. Как сжечь в лицемерии в дорогу. Когда вот это состоялось, то как чистилище прошло. Ускорим. Не все, конечно. Но самый такой тяжелый вариант я сбросил с себя. Вот тут у меня сердце стало выздоравливаться. Бронхит, ангины прекратились. И это, это. Я опять запрыгал в свой любимый волейбол, думаю, о-о-о, мы еще повоюем. Позвоночник как резиновый стал, он у меня болел сильно. И травмы были, и там элиционеры были в Азии, и что только не было. И вот возвращаемся к страху. Страх побеждается верой. Я сказал, если я настолько виноват, что мне положено умереть, ну, тогда что ж. Горько, ну, приму. Нет, значит, Бог меня горючит. И так происходило. Следовательно, и есть Бог. И вера побеждает страх. Запомните это. Если человек не может победить страх, значит, у него слабая вера, либо вообще ее нет. А почему? Бог по определению бесконечность, соответственно, и сила ее бесконечна. А тьма конечна. Но по сравнению с бесконечностью, любая конечная величина, есть бесконечная малая величина. Понимаете? Отсюда я, находясь здесь, если я верю в то, что говорю, то и получаю. А если я не верю, то и не получаю защиту. Отсутствие веры закрывает ворота, помощь не идет. Это страх. Обычно разобрали эту группу эмоций страх. Теперь давайте ревность разберем. Ревность состоит, как правило, из двух частей. Одна из них – страдание, а другая – обида, претензии до ненависти. Что моя половина уходит к кому-то. И тогда я могу сказать, что страдание – это не греховная часть ревности. Страдать не грех никогда. Будет больно, да, будет тяжело. Но претензии не имеют права. Почему? Закон выбора данного всем надо. Вот каждый из вас хочет жить так, как он хочет, правильно? И если ему навязывается обстоятельствами какой-то иной вариант, человек пытается из-под него обязательно выбраться. Иногда он понимает, что не может выбраться. Тогда он это как волк тянет на ту лямку. А на самом деле жизнь превращается безрадостной какие-то в череду дней. Вот поэтому. А почему это происходит? Ну, скажем, допустим, у меня есть женщина. Я ее люблю, мне она очень дорога. Она развернулась и пошла. Может, она даже не ушла, но чувствую, что она к другому мужчине тянется. Мне больно. Но вместо того, что на нее сердится, я должен, как мужчина, сказать, а почему она к другому тянется? Либо я физически несостоятельен, либо я интеллектуально какой-нибудь занудой, или это мне скучно и со мной. И она тянется к чему-то яркому. Это нормально, в общем-то, для человека. Либо даже и это все хорошо. И тело, и мозг прекрасный, и душа компания. Но в духе человек, игмей, не тянет. И тогда этот человек имеет право идти туда, где яркая жизнь. И, кстати, это одно из явлений, как одно из свойств духа. Дух всегда тянется к яркому. Это нормально. Просто мы не понимаем, мы обвинили, что вот эта вот тяга к яркому, это не грех. Прелюбодеяние – грех. Прелюбодеяние – это без любви деяние. Правильно, это грех. Что происходит, когда вот сколько раз я людей, в основном это женщина, вот одиночество, одиночество, раз уходит к какому-то мужчине. Вроде он нормальный. А потом мне звонит, мне настолько плохо, особенно после интимных отношений. Что же происходит? Или вы же не отдаетесь за деньги. Вы дарите себя человеку, вы открываетесь ему. Настеж. И в это время вы в духе вот такой рост. А у него никакого роста. Он либо и не идет, либо очень слабый. И тогда тьма использует, чтобы посадить вас на мель, опять в самое дно. Больность на мель, потому что ваша биополит загружается с большой скоростью тьмой. Вот что происходит. Болит начинает. Гинекология там. Что такое не происходит. Сплошь и рядом сейчас такое происходит. Вот поэтому с ревностью – это свобода выбора. Бог дал и мужчине, и женщине равные права. И мы должны быть, мы должны иметь право на любовь. Мы должны подтянуты быть. Мужчина должен настоящий мужчиной быть. Мужественный, заботливый, защита от всех грубых проявлений жизни. Тогда женщина в этой крепости расцветает. Потому что не надо воевать за жизнь. Тогда вот она и становится женщиной. В ней и женственность. Она дарит эту красоту, любовь и нежность. А когда женщина начинает воевать, она прекрасно справляется. И в политике, и в экономике. Она далеко не хуже, чем мужчина. Только она составляет в себе главную женственность. И об этом пишет Абрушин в нескольких главах. Что мы настолько далеко ушли. Женщина от женщины, а мужчина от мужчины. И сейчас превратились в такой вот изгонящий эгоистов. И каждый друг друга обвиняем. И в семьях это бывает. И в обществе это сплошь и рядом. Передача в индук. Что вот так и так. И никто не хочет разбираться. С самого начала. Что детей надо воспитывать. Мальчиков в уважении к девочке. Естественно, дальше к женщине. Даже как и женщине. Говорит, что у мужчины есть своя вязь. Его тоже надо уважать. У него тоже нелегкая судьба. И тебя тоже ждет. Но надо их обучать этому. Надо воспитывать детей вот такого возраста. Понимаете, да? Что верность именно от этой части духовна. Обратите внимание, что в поверенном над эмоциями везде положено не какие-то изобретения или какие-то магические принципы. А положено либо качество Бога, либо законы Божьи. А законы Божьи какие? Закон выбора. Он четко. Мы хотим быть свободными. Всегда выберем. Но и вот это в радость. Есть закон подобия. Потому что подобное тянет подобное. Наркоман к наркоману. Умному человеку. К умному человеку. Духовному. Духовному. Потому что интересно вместе быть. Закон подобия. Есть, кстати, сразу. Закон подобия срабатывает и когда воплощение ребенка в семье. Потому что родители притягивают примерно то же самое по эманациям. Не по генетике. Генетика это уже дело третье. Она формируется уже на уровне тела. Но перед этим есть геном. А перед геномом есть прошлое ребенка и прошлое родителей. Но родители уже состоялись на земле. И они кого? Они никого не рождают. Они воплощают. Они дают оболочку вечному духу, который рожден Богом, сотворенный дух. И это надо понимать, что этот дух пришел в семье, это гость. И мы должны что? Из него сделать человека. Любовь из нас сделает человека. Иногда дети такие бывают. По законоподобию. Вот у отца свои перекосы, у матери свои перекосы. Приходит ребенок и начинает испытывать на себе эти перекосы. Им очень неприятно. Я по себе это знаю, что у меня отец был очень ревнив. И когда мать, иногда вот так вот, такие разговоры неприятные, мне это корежило. Потому что мне было больно. И я всегда говорю, вот я вырасту, я никогда так делать не буду. Если у меня мать, жена, я думаю, не буду. И да, у меня от ревности почти ничего не осталось. Я говорю, ну что? Ну, бывает. Если там женщина, допустим, моя женщина, как мужчина реагирует, и говорит, хорошо, значит, я выбрал красивую женщину, она нравится всем. Это другое дело, что наоборот, хочется, чтобы она устояла. Ну, в общем-то, это нормально. Я говорю, мы любуемся природой, мы любуемся красивой музыкой, красивой архитектурой и красивым человеком. Ну и что? В этом нет плохого ничего. Зачем же это закрывать? Ну, давайте поражу еще один, чтобы еще никто ничего не видел. Что мы еще должны обсудить? Какие эмоции есть? Тщеславие, зависть. Зависть – это производная тщеславия. Осуждение. 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 Ну, вот осуждение, оно можно такой одной фразой, опять библейская. Кого вы не судите, да не судимы будете. А кого вы будете судить, то будет судимы тем судом, которым вы сами судите. То есть, с какой яростью вы набрасываетесь на вашего обидчика, с такой яростью придет и закон и припечатает вас. Это надо помнить. И еще Бог сказал, мне от тщения раз вас дам. Я вас дам всем. Вот поэтому законы. Не лезьте вы в этот процесс, потому что вы сами. Вон какие. Потому что вы судите, вот они, вот они неплохо сделали. Но это все лишь навсего. Я могу, да, перестать? Уже честно стало. Сразу могу сказать, что то, что я вот здесь сказал, что Бог воздаст. Смотрите, нарисуем условную картину. Это, пусть зонтик. Некого темного такого града на нас падает, который день и ночь. Войти под этот зонтик, под защищенность попасть, каким образом можно. Чем человек выталкивает себя из зоны защиты. Страхи, воздражения, обиды, ретность, иногда немножко зависть бывает. Еще что-то. То есть это практически весь жентльменский набор. Он у всех есть. В той или иной степени. А дальше начинаются уже тяжелые преступления. Там и наркомафия, и убийцы, и преступники, садисты, там ничего только нет. Организаторы войны побежат целых стран. Ну вот, можно сказать, что это козлище, а это пол, цель, ловный, библейский. Вот, скажем, нормальный человек где-то находится в этих рядах. Я в свое время рассматривал их как главных виновников всей несправедливости. Их, ну, разнесло бы их там, что ли, всех вот хотелось. Это не так хотелось, сильно. И никак не понимал. А вот 46 лет, 20 лет назад, когда я немножко по-другому я стал осматривать больше себя в контексте, кто же виноват. Ведь два вопроса как были, кто виноват и что делать, правильно? Кто виноват? Я покаялся и сказал, я виноват, истеренция души. Я виноват, я сам вот это все. А теперь, а что делать? А делать надо. Избавляться от вот этого. Я стал избавляться, постепенно освободил голову сначала, потом нащупал методику против этой эмоции, против этой эмоции. Это колоссальное время было, естественно. Это я рассказываю быстро. Ушли, наверное, месяцы и годы. Пока постепенно вот это вот стало таять, все бледнеет, бледнеет, тем самым, что я стал втягиваться, я стал чувствовать защищенность, что я попадаю в эту защиту. Такой защиты никакие телохранители не обеспечивают. Потому что она всегда с тобой. Естественно, что надо быть мудрым, с полтиками против танков не пойдешь, а сделаешь все, что можешь. Поэтому войти сюда все могут. И вот в то время, как раз где-то у меня никак не вдомек было, почему же Господь, Бог не начинает с плохих людей. Почему так страдают хорошие люди? Это же из-за этого сакраментального вопроса. Многие, в общем-то, Богу не верят. Ведь если был Бог, Он бы не допустил того, что сейчас происходит. А что происходит? Напоминаю фразу «благословляйте врагов своих». По-моему, где-то так звучит, да? Я ее не мог понять. Как я могу от них благословлять? Причем я знаю, что если благословлять, я должен искренне благословлять и понимать, почему я их благословляю. Ни того, ни другого нет. Я начинаю запрашивать в молитве. Ходил в Донской монастырь. И в конце концов, мне сказали, ты еще не дорос до понимания. Придет время, ты сам поймешь. Готово, ничего я не получал. Все приходилось добывать, как говорится, с киркой и с ломом, как в забое. Прошло время, может, 4-5 лет. И в конце концов, в какой-то день я сидел и думал, а кто, собственно, меня заставил исследовать мои отношения с Богом. А вот они, жадные толпой окружили, не такую жизнь устроили. Врачи не лечат, давай большие деньги, гарантий нет, кто-то вообще выйдешь из больницы. Чиновники со всей этой нашей внутренней политикой в России меня просто ограбили, как гражданин, я остался там, без жилья и так далее, еще там выходить с Азии. Мне пришлось оттуда уезжать, записаться на квартиру, куда-то надо пристраиваться с семьей. То есть мы брошены все. Это в декларации, что там помощь какая-то идет. Каждый, кто как мог, кто-то устроился. Но, при этом, что по лесу произошло? Именно эти обстоятельства заставили меня, как говорится, душой взлыть и обратить внимание вверх. Согадывается, это благо. Да. Для конкретного, для моей души, это благо. И я это понял. И сказал, вот почему фраза прозвучала в двух словах этих врагов своих. То есть казнища бодают настолько больно, что человек так за концом, не все, конечно, никто начинает сюда поглядывать серьезнее, чем раньше. У меня это получилось. Вторая польза, это вот первая, первая, они загонщики. Вторая польза, в процессе искупления, то, что я рисовал, что я себе, скажу, что знаешь, кто нам приносит пакости? Хорошие люди нет. Вот они. Следователи в процессе искупления, как инструменты, просто необходимы пока. Значит, благо номер два. Благо номер три, когда некто посчитал, что он добился уже больших результатов и сказал, ну я здоров, у меня все получается. Позволил себе расслабиться на несколько дней. Я как шарахнул опять по судьбе, по здоровью. Я говорю, за что? Я живу в дверь, я все делаю. Он говорит, нет, ты что-то остановился, ты что, уже абсолютно чистый? нет, а что ж стоишь? Бить будем? Ты все грехи не искупил еще. Их много. И это заставило меня опять браться, то есть, что это борьба с моей ленью. Настолько все мудро устроило. Вот почему Иисус говорил, богословиете правов своих. Расшифровать серьезно эту фразу может только практика. Теоретик никогда. Я много раз беседовал на эту тему. Никто только. Никакие ни священники, ни монахи не знают. Просто, говорит, вот мы несовершенны, мы не можем этого понять. Почему должны любить или благословлять врагов своих. Оказывается, мне очень сильно помогают. То есть, даже честь и служить Богу все равно в этом мире. Понятно, да, с этим? Теперь вот свернемся еще к числами. Существует такое ствол у меня самый, пожалуй, тяжелый порог и самый трудноискоренимый. Вначале, когда я уже много понимал, любое противостояние этой концепции вызывало мне попытку раздражения. Я гашу, думаю, да что ж такое? И я понимаю, что почему у меня раздражение? Вот человек, у меня усложнение по поводу этих же книг или вот этих знаний. Нет, я там хожу к какому-то экстрасенсу, он там гуру, он учит. Зачем это все? Это тяжело, это никому не надо. Это прошлое, это 2000 лет назад. Сейчас вот такое. Есть Нермала Дей, это знаете, если да, вот индусская, у нее аура прекрасная, потому что она призванная, но она использовала фактически свои знания и силы, она на себя замутнула. Я Бог. И таких на земле призванных, пишет о них от души, что призванных было много, что толпа призванных была послала на землю, чтобы открыть почту для пришествия главного лица, сына человеческого. Но они, большинство из них, предали из-за денег, из-за славы, то есть тьма их сломила. И череды очень поведели, когда Сын Ческий выйдет в открытую, он удивится, что люди, наделенные такими способностями, такое доверие было от Бога. Это не просто люди, они преданы, настолько тьма их земля сильная. Вот, что в этой главе пришелец написан. Первый дом. И возвращаемся к тщеславию. Это очень коварный такой зверь. И в хростостве, и в самомнении, и в желании настоять на своем мнении. Ну, допустим, я прав, сто процентов, я знаю, я практик. Но если человек имеет мнение, то у него не имеет права их давить, исходя из того же свободы выбора. Человек неправ в своей неправоте, ну, оставь его в покое. Ведь он за свою неправоту рассчитается. Посоветуй ему, но если он не хочет этого делать, не трогай. Просто, ну, внутри думай, ну, человек, плохо же ему будет. А как ребенка, говоришь, ну, не ходи ты в лужу, мокрые ноги будут, простынешь. Нет. Пойду. Ну, если у меня есть воля на этого ребенка, я его, конечно, вытащу насильно, ну, если это другой ребенок, я думаю, ну, мама, почему она не смотрит за ним? Она стоит, курит, по телефону разговаривает, подушку болтает, все равно, что там ребенок делал. Вот тщеславие целая группа ветвей, в том числе и зависть. Зависть к чему? Вот это лучше шуба, лучше машина, лучше дом, лучше это, красивее глаза, стройнее ноги, ой, сколько есть вариантов зависти. А это еще писатель или писательница. И все, вот, и зависть к таланту, и к имуществу, и к красоте, и к каким-то другим, как бы, к обаяниям. Их розовинности очень много. И человек недоволен собственной судьбой, собственной способностью, ну, развивай их. Ведь не вот в этом внешней красоте и вот какой-то имущественный ценз, это же главное в жизни. Это из-за бездуховности все. Зависть это уже отсутствие смирения, потому что человек недоволен тем, что у него есть. Вот когда я научился быть доволен тем, что мне сегодняшний день дает, я успокоился. Я сказал, все, что мне дает Господь Бог на сегодняшний день, я-то заслужил. Если больше не заслужил, значит, ну, и какие-то претензии и недовольствия есть, опять же, противостоять. Это не значит, что я вот вложил руки и ничего не делаю, я стараюсь улучшить свою судьбу, но эмоций у меня такой нет. Претензий к своей судьбе, говорю, она такая, какая она у меня. Вот по этой схеме не должна быть. На сегодняшний день такая, на следующий день такая. Если я выдался помогать людям, какой-то группе людей, значит, если он должен рассчитывать на то, что меня будут долбить и долбить. Кто? Вот человек пришел со своими миллионами бесов из прошлого, он мой, и его бесы будут не только по нему стучать, если я начинаю накрывать свои подночные, по мне будут стучать. Если у людей появилось тысячи, полторы тысячи, а вот многие, правда, отстали, но вот эти все тысячи и умноженные на эти миллионы, они все на мне сидят. И я говорю, ну, если я пока выдерживаю, значит, я чего-то стою, значит, и перетаривается хорошо все. Нет ни страха, я никого не упрекаю, не те, кто иногда предает этот путь и мне пакости делает для весьма, что помощь от меня получает, но когда человек раз мне пакость делает, два, и просит помощи, я говорю, а не жирный будет? Я говорю, вы мне неприятности создаете, я же знаю, что не только обязательно кто-то мне что-то скажет, я же чувствую это сразу. я даже вижу лица как сидят, косточки перемывают там, почему же опять в голову влезло тьма, человек себя не контролирует, и они пытаются создать у меня проблемы. Я говорю, я это перетерплю, не проблема, у меня хорошие экраны, и все шары, которые у меня летят, зависти, может, какой-то, какие-то претензии, обиды на меня, что я вот летяю, не тащу за собой. Я это пережил, на эти шары они отскакли, они летят обратно, и даже есть моменты, когда вот ученики некоторые настолько отстали, они считают, что их должен по гроб жизни вести на себе. Я говорю, в Царство Небесное, надо идти собственными ножками, я даю его толпу, я даю поддержку, я защищаю самые тяжелые моменты, но человек должен учиться ходить на своих ногах, он не должен от меня зависеть. Это моя задача, и это не секта, мне ничего не надо, ничего имущества не надо, мне не нужно, чтобы вы там работали, что-то или что-то делали, и там вместе мы где-то собирались там в верхах над нами, ничего подобного. Моя задача научиться, как противостоять тьме, которая в любом из нас сидит в той или иной степени, чтобы вы были сами самостоятельно, для меня это будет большая радость, это главное, мои дилетаты, что кто-то пошел и сам это умеет делать уже и помощи даже не бросить, тогда я говорю, здорово. И вот в тщеславии, говорю еще раз, смирение помогает против тщеславия, и вот постепенно эти веточки начинают отмирать, у меня тоже было и желание показаться лучше, чем я есть, прихвастнуть там где-то, порисоваться, пяти секундочку стал умирать, зависти, к счастью, у меня не было, жадности у меня тоже не было, но вот какие-то самомнения, это звучало в интонации в моей, это начало отмечать, что я обязательно должен победить в споре, говорю, зачем? Еще раз, думаю, законы есть, он сам разберется, и потом уже, в конце концов, ну я пошел, помню, опять же, у меня контрольное было место в Донской монастыре, я ходил туда, и вот так, как вот ребенок встал, помните, есть картина руководителя Кента, это я, господи, на коленях стоит, такое грубое существо, вот я такой, какой есть, такой есть, помоги мне разобраться, внешние подсказки, что тебе немножко это еще есть, подкрути винты, вот это немножко есть, то есть, я должен быть подконтрольным высшему началу, а не судить сам о себе, и всегда мне это помогало, главное, я должен быть очень искренен в этом открытии Бога, и тогда идет это все, теперь, человечество, человечество, вот его тело, это самое маленькое, что есть, дальше, есть поле мысли, есть поле чувств, и как называют оболочки, есть и ощущения, причем ощущения эфирные, ощущения сущностные, и ощущения духовные, вот ребенок до полового созревания находится в области сущности, поэтому, к сожалению, сейчас педагоги попытаются так нагрузить мозги ребенку, в колледж 6-7 лет, что у него жизни никакой нет, родители из тщеславия хотят, чтобы ребенок был самым умным, самым лучшим, что только не делать, какие-то там факультативы, и это, вот он теперь английский уже знает, а этот не знает, и вот это все, соревнования у кого что лучше, некоторые, конечно, спасают своих детей, да, пусть будет, как угодно, а ребенок должен постигать природу, он в духе еще не способен работать, а почему? Потому что половое созревание, что происходит где-то лет 12-14, ребенок начинает иметь способность любить, то есть у него открывается духовная связь, и вот в этот момент родители должны быть очень мудры, чтобы ребенка не пугать какими-то там, вот, ты забеременеешь, все это, смотри, не ходи туда, настолько вот мать и отец должны быть мудры в этом, спокойно, знать эту тему хорошо и фрагментарные некоторые моменты на ее уровне девочке, там, и мальчику все это рассказывают, взаимоотношения, чтобы они были чисты с самого начала, как-то береги платья, снова, с честь, Я еще о чем говорю, грехи у нас где? Дела наши, слова наши, грехи наши, мысли наши, грехи наши, грехи наши и чувства Велиховные. Дальше, ну, чувства я так рисую, чувства, они вот эфирные, это грязь, часть чувств, затачка, она выше вот эта часть эфира, она чиста, туда, дальше ангелы не пускают грязь, вот, поэтому тучи между нами и собственной душой, вот мы где, природа наша, вот эту тучи разогнать и победить эмоции, которые сейчас есть, на этом нужно время, это годы и годы нужны, а старый искупитель объяснил как? Смирением, только смирением, почему? Смирение прожив полгода, я уже говорил, я получил определенную уже сдвиги, а когда я прожил так несколько лет, я понял, что по-другому жить мне не надо, я избавился полностью в зависимости от инфицирования, мне не нужно, даже в свою здоровую такую карточку выбросил, все, как мне больше не нужно, все, до конца жизни, поэтому вот здесь только грехи, и единый луч пронизывает нашу Божья воля, которая нас в Духе и сотворила, вот это Дух, это иммунация воли Божьей, то есть мы несем в себе матрицу законов, которые я сейчас излучил, потому что мы сами и есть закон, поэтому, когда мне говорили, но ведь закон это насилие против свободы выбора и ничего подобного, смотря чем выбирать, греховой головой или душой, совестью, любовью, чем вы выбираете, чем вы живете, и кем вы себя считаете, я считаю себя Духом, пришедшим на землю, вот это все человек, и через какое-то время я с этими оболочками могу расстаться, но моя душа прошла нижнюю мертвую точку, научилась жить материю, как положено, значит, я со своей задачей внизу в материи справился, и меня отпускает материя, я больше там и могу и не находиться, есть и другие меры, вот, и получается, что пронизывая нас воля Божия, всегда нас зовет, потому что Дух это и есть любовь и воля, если мы разгоним эти тучи, у нас идет объединение, мы соединяем два мира, тело и Дух, и тогда в тело приходит и здоровье, и любовь, и все, все, что с этим рифмоется, нормальная жизнь, к сожалению, материалисты считают, что вот это уже не грех, грех только что сказано или сделано, а это не грех, да и многие ведущие тоже, а если и знают, что мысли греховны, то как пределостоять этому, не знают, а почему мысли победить невозможно, потому что эмоции, еще раз говорю, примерно в 400 раз там за это я не знаю, но за два порядка отвечают, во столько раз быстрее мысли, волна более быстрая, всегда доминирует, она более медленная, почему, есть такой импульс, опять приведу этот пример, если вы когда-то бросали ядро в школе, на физкультуре, если вы бросите ядро в стену, оно поцарапает стену, если вы зарядите в пушку, и тогда оно разнесет стену, это большая дыра, та же самая масса, но скорость другая, это взрывается масса на скорость, скинпульс вызывается, физики, поэтому импульс чувств намного сильнее, чем скинпульс мысли, поэтому, еще раз говорю, если у нас наша материя замкнута, константы 300 точкам в секунду, атом содержится в балансе, цель, то нападение эмоций идет в 400 раз больше, никакая материя не устоит, это мы не видим так, а нужна больше шариков, и гармония этих шариков между собой, зависит от того нашего поведения, если это поведение неправильно, не с нашей точки зрения, не общественной морали, не с точки зрения закона, мы всегда будем страдать не болеть, и чем дальше, тем больше, и никакая медицина нам не помогла, вот отсюда и выход, что первое, с чем надо справиться, не с мыслями, не с своими поступками, а вот с этим, это и есть очаг помыслов, держи в чистоте, вот если мы побеждаем эмоции, сами мысли начинают формироваться более правильно, соответственные слова, поступки автоматически становятся на мысль, потому что наш проект институт задает четко программу, так нельзя, мы разограли тучи, и душа, вот она истинная у нас, совесть приходит, и не позволяет нам уже сделать, у меня прокурор уже родился здесь, он не даст мне сделать так, это плохо, причем не всегда понимая, что хорошо и плохо, а я тогда ощущение, почему-то мне не хочу так делать, но не понимаю, и потом соображаю, потому что никакой пользы в том, что я сейчас так сделаю, нет, вот скажем, звонит мне один человек, и другой человек, они оба ученики мои бывшие, одного я хочу помочь, а второму не хочу помочь, вот пока на невербальном уровне, пока я не сообразил, в чем дело, спрашиваю, почему мне так, потому что кому я не хочу помочь, он не тянет, и душа моя мгновенно его сканирует, в течение секунды, и говорит душа, не надо помогать лентяю, ты его еще больше развращаешь, он не хочет работать, раз звонит, второй раз, а я ему хочу помочь, хотя я ему намного труднее, и задача людей, проблем у него в 10 раз больше, чем этого, но мне очень хочется ему помочь, душа говорит, помоги ему, ему трудно, и он сильный, просто он пропал уже дома, вот что решает душа, это сканер, который всегда наследует, так, куда надо, и туда, куда надо, но чтобы этот сканер родился, можно вот это разгонять, естественно, что-то не сразу получается, но когда человек упорен, еще раз, и идет по графику, так, как надо, искупает через смирение, то есть может с обидами расправиться, с раздражением, а снова грехов все меньше и меньше делает, то есть как клин, меньше и меньше становится греховной массы, сиюминутной, а старый уходит через смирение, и если человек работает так, как может, используя полностью свой потенциал, навстречу идет и помощь, и человек это чувствует, часто будет передохнуть, какая-то радость захлестывает, и вот я говорю, как Высоцкий в песнях пел, да, и я страдаю, да, и люди будут страдать, но только лучше, чем отводки от простудка, мы чем отличаемся от тех людей, которые этой темой не озабочены, тем, что когда я получаю удар, я понимаю, в чем дело, и у меня идет списание прошлого, и мне тело отличает радость, мне хорошо, а человек, который получает злиться, он вызывает, и когда я все больше и больше болею, а я все меньше и меньше болею, вот в чем разница, хотя иногда судьба синаконна, внешне, это было, первые годы так оно и было, и мне насмеялись, ну и что в твоей вере, ты еще хуже стал жить, я говорю, это временно, а потом быть нормально, а когда доказал, я говорю, ну да, надо было с тобой вместе, вот, а сейчас мне одному трудно уже, я говорю, ну давай там, пошли, нет, мне надо деньги зарабатывать, мне вот дом надо, хочу купить, у всех дома есть, а у меня их нету, у меня его нету, а у меня там машину надо поменять, крышу перекрыть там где-то, мне надо жиму там куда-то сводить на курорт, вот у человека куча проблем, я говорю, ну что ж, твоя воля, пожалуйста, занимайся этим, 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 тем, кто ты хочешь, вот, здесь чистое свободное зарабатывание, ну вот скажем так, первое другое, простите, но ведь то, что вы делаете, это же не противоречит зарабатыванию денег, или противоречит? Противоречит. Можно же и для этого времени? тебе просто сейчас выясню, а, ну я уже живу, смотрите, номер один, это вера, еще раз повторяю, без веры, тема закрыта, когда я вижу, в человеке нет веры, он звонит, я говорю, вы 10 лет в тему, и до сих пор не добились убежденности, что же вы от меня хотите? Если вы не верите, вы, лично вы, закрылись сами от Бога, вы построили форму, нет Бога, их ждете от этого помощи, как же он может вам прорваться, потому что он дал вам свободу выбора, и вы выбрали вот так, их ждете, когда Бог вам поможет, я говорю, я работаю на этой линии, и по-другому, вне закона, я помочь вам не могу, не в состоянии, а что же начинает обижаться? Я говорю, поверьте хоть немножко, откройте хоть щелочку туда, не получается иногда наблюдеть, я говорю, голова, а почему, говорит, у меня так нет веры, я говорю, потому что вы голову под контролем не держите, у вас как плынью, замерзло все, попробуйте взорвать ее, и учитесь этому, я говорю, вам без ведра веры налить не могу, это состояние души, вы верите в него нет, это не дано, другому человеку, принести куда-то веру, нет, после веры, после веры, еще раз, что у нас, воля, нужно терпение, смирение, и еще постановка цели, вот мне натолкнуло, что я немножко забыл, что такое цель, фраза Христа опять, почему, что Библия, что ее души, это все одно и то же, только современное изложение, диванка, что он говорит в отношении цели Иисуса, где богатство ваше, там и сердце ваше, что вы ставите, как основную цель в жизни, имущество, деньги зарабатывать, никто вас этого права не принимает, человек должен уметь жить достойно на земле, иметь хорошую профессию, дверясь, а надо, не лентяем быть, уметь зарабатывать, уметь жить нормально, это здорово и хорошо, но только он не должен забывать, что контрольный пакет акций должен быть здесь, что это не должно быть главным делом его жизни, вот когда для него главное дело земля, а туда он, я верю, я там и буду, основной вот так, то есть он фактически приколен здесь, он сам себе, надо вот с этим четко разобраться, где ты, где твоя главная ценность, поэтому, когда у меня цель, это сформировалось, это тоже я не сразу понял, это все добывалось, как уголек, тяжело, я все делаю, я почему же, у меня это пробуксовка такая идет, и в конце концов я понял, что мучают меня обстоятельства, у меня не было тогда квартиры, у меня маленькие заработки были, у меня семья, и надо это, я ответственный человек, как мужчина, я должен обеспечить, я должен крышу над головой, это не женское дело, это мое дело, я понимал это, и не получалось до конца, вот вроде вот, вот получается опять, откат назад, и в конце концов я дошел, у меня истинно душой, цель-то не ставлю, я закопался в этих проблемах, квартира нужна, ну вот у меня 90% вот здесь, а тут по остаточному принципу, я сказал, будь что будет здесь, все, я туда священник, приезжаю вверх, настроился как-то, и сказал, все, что не будет, пусть будет так, и вот с этого момента у меня пошла удача, я поступил правильно, ведь все фразы Христа, они настолько просты, ясны, и они очень емкие, все понятно становится, но как видите, их надо разжевать, расшифровать, что это такое, к чему он призывал, где богатство, там и сердце ваше, казалось, ну человек, как красивую фразу, а тут колоссальный шесть ног за это, когда Бог говорит с людьми, у него много слов, ему не надо, вот он говорит, и для понимания, в тех людей, они были рыбаки, там, пастухи и прочее, помните, кто были у него ученики, у них не было ни изощренной мудрости, фарисеев, не было ни лицемерия, это были простые, нормальные люди, почему он их и выбрал, потому что вот с этими умниками, он понял, он им эронически иногда и говорил, он говорит, а что ты с этими простолюдинами-то, ты с нами, мы же тут, это элита, он говорит, врач-то приходит к больному, а не к здоровому, это же ирония была, ну какие они здоровые, они настолько были пропитаны этим числами, занощивостью, мы тут, мы такие, поэтому, вынув-то не зря, пау, они потом наставили, христианство, то и разносить, пусть в какой-то степени искаженное, ну скажем так, ну что могли, то и сделали, потому что, я говорю, это были очень смелые, как остальные люди, и просто, состры Христа убили, и некому было дальше их кулировать, защищать, поэтому, кого тщеславие село, кого еще, кого убили, а почему из 12 апостолов 11 убили, насильственно, потому что Бог перестал защищать, один только Иоанн, который принял, потом откровение остался, жить, сослали на остров Патнос, потому что, если вы знаете историю Пятидесятницы, да, это праздник есть, через 50 дней после смерти Христа, якобы, власошедствие Святого Духа на апостолов будущих, апостолов, это апостол Минопропить, переводится в греческое, ангел, блестник, Ева, жизнь, Ева, ангел, Евангелие, вестят жизнь, то есть, это терминология простая и ясная, если говорят апостолов, это не значит, что это в слове святости, нет, если апостолов и дьявол, пожалуйста, кто-то посылает, тут что-ли, на проповедь, таких полно, так вот, через 50 дней, вот смерть Христа, Ниссан, был такой месяц, это по-арабски, по-иудейски, апрель, я прожил 5 лет в Сирии, похожие местами там языки, вот через 50 дней, после смерти Христа, сошествия Духа Святого, и они посчитали, что это только для них, и только, как говорится, единожды, единовременно это как бы событие, на самом деле, Адрушина это пишет, что это событие происходит ежегодно, примерно в районе Троицы и праздника Белого Голубя, все творение, все творение, в котором живет человек, а вообще все остальное, мы живем вот в материи, мы представлены в духе, вот это творение, идет как конденсаторная зарядка, идет мощный удар энергии, свет обновляет, как подпитывает все, иначе творение начинает умирать потихонечку, как вот, потому что все материальное, все созданное, нужна дотация, и поэтому воля Божия постоянно обновляет энергию в творении, энергия, опять же, по-гречески, деятельность, поэтому не бойтесь этих сухих слов, деятельность Божьей воли, вот она такая, почему они посчитали, что это только для них, и единожды, во-первых, числа авиала, когда прошел год, они настолько далеко отклонились от сути христианства, что они утеряли откровение, пока с ними был Христос, тут рядом, время короткое, они еще раз принимали, а потом, через год уже, ничего не приняли, ничего не поняли, а это происходит ежегодно, и люди это чувствуют многие, потому что, вот это, так сказать, интересное происходит, вот таких заблуждений много, но я говорю, это далеко не главное, я просто иногда выхожу, так сказать, в сторону, мне главное передать для вас, то, что вам крайне необходимо сейчас, поэтому первое, вот этот набор, вера, воля, терпение, смирение, цель, можете записать, эти очень важные слова, это не просто, это опорные, как вот опорные камни, при переходе через болото, если вы хоть один камень, не учтете, что вот он, на него, вы потеряете опору, и начнете, могу даже наглядно нарисовать, чтобы, вот, я спасаю, в длительной памяти, такая картинка, вера, это фундамент, первый камень, вера, второе, надежда, а что такое надежда, это вера во времени, если я поверю, я надеюсь, что у меня все получится, в результате вот моих, этих, действий, то есть, это вера, надежда, это во времени вера, дальше, третий камень, смирение, без смирения нет искупления, вот три фундамента, три камня и фундамента, дальше стены, возводится, воля, без воли, и терпения, не получится ничего, и сами понимаете, это не интеллектуальное понятие, это не признак рассудочности, рассудок это сухой инструмент логики, и он должен нами управляться, а не он, управлять, а не нашим организмом, вернее, не он, а через него тьма, дальше, купол, это знание, простое, ясное, можно просто использовать, науку, без практики, науку, если знания эти, будут лежать, возбросы, как теория, и не будете применять это, надо слово Божие, оживотворить в себе, я не даром, всегда, совмещаю, как бы слова Христа, цитаты, объясняю, что вот они, как объясняют, что это такое, что такое нам сказать, и дальше, крест, символ истины, пожалуйста, вот вам здание, вот она будет, вера, надежда, смирение, горя, терпение, в конце концов, вы строите здание, и начинаете знать все, что делать, и как, и в конце концов, он отвечает, вы приходите к Кристине, давайте, еще две минуты, старую сказку расскажу, помните, про Иванушку-дурачка, который, на печи сидел, это образ Литяя, правильно, сидит на печи, и вдруг, говорят, там царская дочь на выданье, и почему-то, кроме князей, там, графов и принцев, Иванушку-дурачок тоже приходит на кастинг, вот, ему говорят, что за этот дурак лезет, вот смотри, какие люди собрались, но царь-то тоже не, говорит, мне не нужно-то не твои полцарства, не твоего золота, не того, ничего, мою дочь получит тот, кто пойдет, не зная куда, и принесет, не зная что, и все рационалисты, говорят, ты скажи конкретно, ты же даешь задание, не то, и получается, что царская дочь это аллегория красоты, Иванушку-дурачок, это Иванушка-лентяй, и соответственный дурак, поэтому, вот, царь ставит задачу, иди туда, не зная куда, и достань, не зная что, вот, я в своем мире понял, что я, как раз, я пошел, не зная куда, и я не, вот, вера, поверил, был друг, но друг, есть Бог, может, иди, давай попробуем, стал на себя испытывать, и, как раз, получилось, я прошел туда, не знаю куда, я не знал куда, это позже, уже через несколько месяцев, я сообразил, что я, кажется, начинаю заповеди, попытка была полная, пошел в храм, мне там разнесли в кух и прах, один священник, в другой храм, пошел, мне еще хуртам сказали, пошел, думал, куда мне идти тогда, Библию буду читать, а мне текст идет, не читай Библию, ты ее не поймешь, прошло несколько лет, когда у меня уже и страхи исчезли, и древность там, угасла, и того, и сего, начинаю читать Библию, и понял, почему мне от нее, это как бы не рекомендовали читать, потому что появляется сканер, когда ты разогнал вот эти тучи, приходит душа, а за ней воля Божия, я начинаю чувствовать, даже не чувствовать, ощущать, вот это от человека, а это от Бога, я начал сепарировать тексты, мне вот это нравится, это не нравится, помните фраза библейская, блаженные нищие, духом и на их Христе, Царство Небесное, мне говорят, ну вот они нищие, вот бедные люди, я говорю, это тут не имущество, а бедные духом, нищие духом, что такое нищие духом, это слабый духом, но как же через несколько страниц написано, Царство Небесное Силу берет, Силы Духа, кто прав, на какой странице, и лично я говорю, по логике, я за сильных, но не может слабый человек идти куда-то, потому что у них не хватит сил, что же такое произошло тогда, и я пошел в Донской монастырь, опять, около статуи Христа молился, и мне показали кучу народа, которые такие, лица древние, с повязками здесь, я понял, это переводчики, что-то пишут, листают эти книги, я понял, намекают, перевод не так, рассуждать, думав думав, мне не хватило тогда еще этой догадливости, мне вдруг идет, блаженный, просящий духом, и бедный Царство Небесное, как телетайп, и я понял, что с Богом-то разговаривать надо не мозгами, не мыслями, и даже не чувствами, а ощущением, ощущение это генерация духа, то есть это именно та скорость волны, те вибрации, которые способны с Богом связаться, а это радиостанция местного масштаба, она работает только в материи, и говорят, и фразы ключи-то утеряны, что с Богом-то разговаривать надо духом, а не мозгами, и тогда великий смысл в этом, разбуди свою душу, а когда у человека душа просыпается, тогда он угнетен вот этим, только в минуты очень сильных страданий, бед, когда человек просто с ним слетает, все это шелхаун, Господи, помоги, слезы на глазах, такая искренность, а когда Бог помогает, проходит короткое время, там, ну спасибо, спасибо, у меня некогда, ну я пошел дальше жить, все, на этом кончается, вот, вот пожалуйста, и в Библии таких мест не так уж и мало, отсюда и Нагорная пропасть, говорит, там плачущие-то утешиваются, и так далее, и так далее, уж не буду все тексты читать, есть и другая, которую не грех помянуть, когда ученики спрашивают, Господи, а надо ли нам ходить в храм, молиться, поститься, давать милости, не он говорит, не делайте того, что ненавидите, это не значит, что ненависть, просто не делайте того, что вам не хочется, потому что, когда человек не хочется, он идет и дает милости, потому что у него неудобно, человек, да и люди посмотрят, да вообще надо, может и Бог заметит, вот это все, это начинается торговая с Господом Богом, надо всегда быть, вот как искренне, естественно, хочется, а то в душе видишь, человек бедит, возьми, помоги, а ведь часто это не нищие, Непонятно, кто сидит. Раз, ходить в храм или молиться. Вот, допустим, молиться у меня не столь частое явление. Вот когда я хочу помолиться, почему? Я хочу поблагодарить Бога. От всей души это у меня рождается, это как пузырь такой нарастает, я готов отдать. Вот отдай и молитва прекрасно. Я чувствую сразу связь пошла и все. Когда так, бу-бу-бу, ходи, ходи, до чего, ты 40 раз молись сегодня, тебе эпитемию наложили, вот это сам батюшка призывает нарушать заповедь второй, не поминая имя Господа Суи. И в данном случае это и сделается. Никто не способен 40 раз молитву прочитать подряд. Искренне от души. Никто. Я никогда не буду этого делать, потому что душа не позволяет. Душа протестует. Не хочу. Душа более права, чем такого рода священников. Какие, может быть, вопросы из того, что я излагал, а потом поговорим о чём-нибудь ещё? А всё-таки какая цель? Вот непонятно. Какая всё-таки цель? Дух ваш. Вы в него верите? Да. Ну так надо работать над тем. Освободить свою душу от этой массы всей. Я как раз об этом и говорю, что если у вас главная цель – освободиться от грехов от царки, так вы как некая лампочка, засиженная ухами. И она поэтому очень слабо светит. Поэтому протереть вот эти все следы, пусть стереть, она ярко засверкает. Это есть воля и любовь. Есть такие две радости. Рядом лампочки – мужчина и женщина. Они вдруг Богу намного больше подарят, чем сейчас. Не будет мешать вот эта вся масса. В этом есть суть наших отношений. У нас на земле два пола. Хотя сейчас многие силы пытаются и другие какие-то меньшинства представить. Но это начинается с Содом и Гамора перед концом мира. На самом деле вот мужчина и женщина. И если бы они по-настоящему без этого всего любили друг друга, тьма бы к этой паре не подступилась. Потому что любовь для тебя неприступна. Но только надо уметь чистой любви. Так что это тоже очень большие проблемы. Как отличить логику от ощущений? Мозги настолько сильно работают. Логически я подсозлюсь в ситуации. Не чувствую никакого раздражения, ничего. При этом же вижу, я осознанно вижу и картины. Я чувствую, что я и рассуждаю, что никаких конлюцинаций как бы нет. У меня очень сильная логика и очень сильные чувства. Я не могу распознать одно от другого. Но сами эти чувства от логики легко распознаются. Потому что мышление, оно все равно направлено на решение каких-то задач. А чувства, их психологи называют, это невербальные умения. То есть, когда вы обижаетесь и не боитесь чего-то. Это не мысль, это эмоция. Вы должны это регистрировать. Тем же самым мозгом регистрировать. Я тоже говорю, это кажется вот это. Думаю, подумаю, не совсем. Тут к примеси страха есть еще и раздражение. Думаю, на вот этого водителя, который меня сейчас подсек. То есть, какой-то сплав уже идет. То есть, это надо уметь заставить мозг налететь. Вот, например, звонит телефон. Я знаю, кто мне звонит. Я поднимаю трубку, говорю, привет, что надо. А это куда ты знаешь, что я звонила. А у меня как-то логически, у меня такт идет. Я точно знаю, кто ко мне будет обращаться с каким вопросом. Это не логически. Я не знаю. А для меня это логически. Просто я чувствую так. Я все помню, кто что сказал, кто что сделал. Мне приснилось это. Значит, я уже вижу связь. Я уже знаю, что где с кем происходит. Ну, может у вас, скажем так, более плотное соединение мышления с чувствами. Ну, как-то как отдельный случай. Но это не так часто бывает. Я как бы стараюсь рассмотреть средний уровень. То есть, есть люди, которые спонтанно выходят сюда. Мне бывает и спонтанно. Но это достаточно опасно. И опять же, вот от души написано. Если вы вышли сюда, дух ваш не подготовлен. Вас может очень серьезно это заклимить. То есть, информационные вирусы, как я их называю. Я не умею защищаться. Вот этого мне надо научиться. А вот. Ну, еще раз говорю. Поставляйтесь, процесс мышления отследить. И процесс чувствования. Ведь у нас у всех, как говорится, какие-то... И нет человека, у которого нет проблем. Правильно? У вас, скажем, такой тип. Взять вот Вера, у нее свой тип. Взять вас, вас или у меня. У меня сейчас тоже определенная проблема. Которые должен решить. И у меня, в чувстве, не так уж много времени на это. Есть графики, я должен его выполнять. У меня, может быть, они микроскопические. Но мне они не прощаются. Потому что для меня, как я 20 лет в теме, малейший просчет, очень чреват проблемами. И не страха это делает. Просто мне стыдно становится. Как же я могу допустить? Мелочь Рунда, но она для меня не мелочь. Поэтому вы начинаете работать, если вы начнете серьезно. И в процессе борьбы вы постепенно-постепенно наладите. Может быть, это и полезно будет для вас. Может, с этим бороться-то не надо. Просто надо разобраться в этом. Ну, а вот вы говорите, если там чуть-чуть расслабился, ну и потом сразу за это идет уже как-то наказание или... Ну, понимаете, я, когда начинал, я сам попросил у Бога, Господи, дай мне максимальный режим. Мне сказали, а ты выдержишь. Я говорю, я не знаю. Он мне говорит, доверься нам. Проведение лучше знает твой потенциал, чем ты сам. Ты его не можешь исчислить. А тебя знают, ну как, на предметном стеклышке под микроскопом. Я один день не смогла за сыном проследить за ним в школу. Один день. После этого одного дня в школе начались проблемы. А я просто была уставшей, уже надо было прилечь. И вот это, как бы я не то, чтобы не захотела. Я чувствовала, что мне надо отдохнуть. И тут вот такой идет... Давайте сейчас, пока не будем сейчас обсуждать. Хорошо, извините. Есть вопрос, который по теме конкретно я отвечу. Я просто... Вот вопрос, который мне казалось, я извиняюсь. Получается, цель – это духовное развитие? А? Цель – это духовное развитие по вашему? Да. То есть, допустим, я понял когда-то, что я – это не просто тело. Тело – это оболочка. Я есть дух. А если я дух, что мешает этому духу проявить себя и жить счастливо на земле? Мои грехи. Следовательно, чтобы я жил хорошо, и дух пришло в тело, соединил себя, он не радует в жизни, я должен победить то, что мне мешает. Вот для меня была основная цель. А мозги мне все время говорили, а у тебя нет квартиры? Скоро кушать нечего будет? А вот посмотри, у тебя проблема здесь, здесь, здесь. А вот тут вообще страшные дела против тебя затеваются. И меня все время пытаются стащить вот в проблемы. Или какие бы ни были проблемы, мы их решим. Сегодня эту, завтра эту. И составил все мои мозги. Не бояться, не отчаиваться, ни это, ни это. То есть волей нужно навязывать своему мозгу. Позитив, а не негатив. Мы даже на позитивной волне работаем. Артемистам и людям, которые не страшны. Им везет, даже пули обходили. Это сколько таких случаев было. Ведь что-то происходит такое на совсем другом уровне. Отсюда, если человек поставил цель правильную, как я говорю. Если у него есть набор этих качеств, то шанс большой победить. Но только надо этим серьезно. Это не академические какие-то тренинги. И не эзотерические. Это настоящая религия. Я почему говорю, все время активирую к Библии. А Брушин, он для многих очень интересен. Это замечательная книга, но она не столь авторитетная, как Библия. Но зато она более информативна и на современном уровне и выдает то же самое, что и Иисус. Почему? Он говорит, я же не создаю новой религии. А Брушин это Оскар Резбергард, родившийся в Германии, в Тироле и так далее, в 1875 году. И в 1930 каком-то он закончил эту книгу в 1938. И там пишется, через несколько десятилетий Иммануил, это воля Божия, переводится с языка. Сын человеческий, вы его знаете. Иммануил проявится здесь, на земле. И тогда человечество содрогнется, потому что воли Божия больше с вами нянчиться не будет. Иисус был последний пришелец сверху, который еще миром разговаривал с людьми. Больше, говорит, такого не будет. Вы уничтожили, говорит, Бога на земле. Его, не самого Его, а Его присутствие здесь. То есть вы не согласны с Богом. Но это мир Божий, а не ваш. Вы тут гости. И поэтому Бог заставит либо вести себя правильно, те, кто захочет это исправиться, либо уничтожить себя. И человек такое существует, больше никогда на земле не появится. Иисус был или человек? Есть право жить на земле несколько раз. Мы его израсходовали. И за несколько жизней так и не стали людьми. Потому что человек и есть дух вечный, и который жить должен по законам собственного я, а не потому что нам нарезает тьма. Вот поэтому, если мы проиграем, мы, дети света, проиграем тьме. Армагеддон идет не где-нибудь, он вот здесь идет. Наша душа это и есть точка приложения тьмы и света. Вот и попробуйте. С кем бы? С душой? Значит, со светом тогда побеждайте. И здесь я говорю, я сколько раз так учение было, как я как студент. Может, у меня профессор пожалеет вот в этот момент. Ничего подобного. Это, я говорю еще, это не шутки. Это серьезная жизнь и серьезные события. А вот сказано, что, как Бог сказал, я раны причиняю, и я же их обвязываю. То есть, получается, что тьма, она уже есть и как бы идет от Бога. Ну, уже не тьма от Бога. Не тьма от Бога. Но дело в том, что, если Бог един, то, значит, это тоже от Него. Смотрите, если нам дана свобода выбора от сотворения мира и от сотворения духа, значит, было чего выбирать. Вот тьма, а вот свет. А зачем тогда свобода выбора и с ней чего выбирать, правильно? Мне тоже говорили, а вот плавацкая права, она говорила, Бог создал плохого человека, прокованного. А что же он не дал ему направление это? Я говорю, а человек захотел быть самостоятельным. А чтобы быть самостоятельным, надо правильный выбор делать и отвечать за этот выбор. Поэтому животные не наделены понятием кармы, ответственности, не наделены. Потому что у них нет свободы выбора, а у нас есть. Ну, значит, первый шаг все-таки понимание. Конечно. А помните фразу, опять же, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Как человек может без мозгов постигать истину? Ну, как? Когда мне говорили, у тебя лукавый мозг, ты что хочешь? Вери все! Я говорю, верить и не понимать равнозначно, да? Нонсенс, равнозначное незнание. Как это можно? Мозги зачем мне Богом даны? Я должен любить Бога из сознания, помните, тремя апостасями. И ощущения, и чувства, и мозг. Все должно любить Бога. И без мозга я не понимаю в сути любви. Я должен объяснить своей материи, той плоти, которую Павел упоминает. Почему это так и так и так? А когда я объяснил, малейшая оппонентура против меня тьмы, у меня своя логика. Вот она моя старая логика до 46 лет, сталкивается с новой, которую я постиг здесь. И моя все время побеждает, ибо истина непобедима. Она настолько простая и ясная. Раз и все. Как только это пошло, вот так и так, а я не хочу болеть. А вот так и так, а я не хочу страдать. И все. Короткий разговор. И они постепенно, постепенно понимают, что они меня проиграли, они меня больше захватить не могут. Но этот процесс непростой. Казалось бы, зачем мне, при тех способностях, которые родились, мне сколько людей не прощали, ты мог бы стать богатым, с такими способностями, только на привязках и отвязках этих мужчин, женщин, девушки там, так и тебя золотом бы завалили. Я говорю, вы хотите, чтобы Божья воля занимался этой ахинеей? Я говорю, я тогда проиграю очень серьезно. Мне тошно будет от этого. Политические деятели ко мне приходили поделить бюджет. И в думе, вот давай, сделай вот так и так, твои миллионы, вот сколько миллионов их будет, немало миллионов. Я говорю, опять же, я с вами разговаривал об этом, но вы не предлагаете воровство, и чтобы воля Божья вас прикрывала при этом. Государственный бюджет растаскивает. Я так удивлялся, думал, это значит, меня не слушал, либо слушал непонятно чем. Давайте я вот еще, значит, такие фразы. Значит, вы источник психоэнергии, вот у меня тут как бы заявлено, понимаете, что такое источник психоэнергии? Психо – душа по-гречески, энергия – деятельность. Источник, вот он, рожденный Богом Дух здесь. Это вечная единица, которая никогда не умирает, ничего с ней просто. Она абсолютно чиста, но невежественна. Зачем нас Бог послал сюда? Что это за путешествие в материю? Зачем нужны были нам сущностные оболочки, эфирные оболочки, вообще-то земная оболочка. Зачем? Я напоминаю, что вот если царство Духа рисовать, сознательная зона – это рай, так называемый, бессознательная зона, откуда мы. Это люди как бы Дух несовершенный. Чтобы добывать совершенство, то есть познавать, нас отправили сюда, но поскольку эти очень сильные, а мы слабые, ленивые все речи, нужно объединить Дух с телом, сам по себе Дух не хочет двигаться, он ленивый, а его с Духом, с телом соединили, а тело нужно кормить, поить, защищать от зверья в свое время, устраивать быт, и так далее, и так далее. Что значит? Необходимость знать движение. Вот эта объединенная структура вынуждена действовать, работать. А если она не работает, ее съедят больно, или замерзнет, тоже больно, или от голода умрет, тоже плохо. Куда ни сунься, везде плохо работать надо. И так постепенно тело нам заставило наш Дух разогреваться, действовать. То есть материя вынуждена, вернее, мы вынуждены будут благодаря матери, вот этой перегрузке, действовать. А в обмен духовное начало разгораясь, должно научить материю жить по закону, этого мира духовного. Это облагородить материю, это наша эволюционная задача. Как прийти в действие, то есть разогнать лень свою, так же, как материю, на нее благотворно повлияет, на земную. А мы ее практически уничтожаем. Мы делаем все наоборот. С того момента, как возник первый грех, было первое препятствие, ведь оно звучало за собой наказанием. Когда грехи посыпались, как горох, соответственно, и наказание прошло, и человек начал терять ориентиры здесь. Вот это произошло очень давно. За колоссальное количество лет, я уже говорю, накопилась колоссальная масса. И сколько раз не приходили в этот период один пророк, второй, третий. Библия, она отслеживает только, может, несколько пророков до Христа. Там Моисей, там Мехлиседек, как это упоминается, еще что-то, неважно, сколько было. Факт, что было немало. И все до единого, они фактически не смогли повлиять на земля. И поэтому, после того, как Иисус пришел, последний, можно сказать. И его отвергли и убили еще. Вот тогда, здесь, и пишут об этом в душе. Тогда Господь Бог посылает еще, как Иисус говорит, я от вас ухожу, и меру, воленивлюсь. Но молю, Отца дать вам другого утешителя, другого, не я. Духа истины. А Дух истины – это Святой Дух. Иисус был любовь, это воля. Воздействие любви – это терапевтическое воздействие на людей. А воля – это уже, извините, слом. Это будет насильное уничтожение тьмы ее носителей. Это весь суд уже. И суд, он и все в разгаре. Если вы помните, в 24-й главе Матвифа Библию знает, когда на горе Елеонский спрашивают ученики, а как это все будет происходить в конец веков? Он говорит, «Глад и мор, и войны, и военные слухи, народ на народ, брат на брата пойдет». Пожалуйста, что происходит. И землетрясения наводнения будут увеличиваться. Они были, но они увеличиваются. И много что другое. Но это, говорит, еще не конец. По причине беззакония вас охладеет любовь, и любить не сможете друг друга. Потому что любовь наша, вот здесь, мы ее не пускаем на теле, поэтому и несчастны здесь все. Не могу сказать, что абсолютно все, но очень большое количество земных пар не могут жить хотя бы какое-то время счастливы по-настоящему на гребне любви. Что-то происходит на уровне страсти, влечения. Иногда и сердце включается, и кто-то один остывает быстрее, а вторым нет умений. За что? Есть такие стихи. Моя тоска не носит маски, лишь замыкает круг из серебра забытой ласки и золото разлук. Уходит каждый день все дальше, гнет чувственных вершин, а мы с тобой бежим от фальши и никуда спешим. Любовь на краткие мига светит нам, души солнечным лучом. Где тут судья, кто нам ответит? Кто жертвой был, кто палачом. Нет невиновной земле. Если человек грешник, все. В паре рано или поздно начнутся перекосы. И благо те люди посильнее, которые в уважении остаются, пусть не столько раскаленные в любви, но хоть в каком-то уважении это появилось не будет. У них есть еще на то способности. Их здорово, хоть такие пары сохранились. Есть и другой стих один о женщине. «Нет, царевич, я не та, кем ты видеть меня хочешь, и давно мои уста не целуют, а пророчат». Это Ахматы. Потому что женщина очень много может сделать. И в души очень много пишут о женщине. Там слабый пол. Это не слабый пол. Это выражение такое. Потому что на земле мужчина разве опыт к материи, больше он более материалистичен, а женщина это комиссар в отряде. Она должна нести истину, красоту и любовь. Только она должна быть защищена от грубости этого мира. Поэтому, да, когда-то пала и женщина, а потом и мужчина. И поэтому и женщины больше спрашиваются сейчас, потому что она в отряде ведущая в духе. А мужчина ведомый. И поэтому, говорит, и женщина сейчас больше страдает на земле, чем мужчина. Там очень много таких вот есть. Интересное для меня открытие. Я читал, да. И так, и так, и так, и так. Книга очень интересная. Что еще нужно вам сказать? Разница между психоэнергией и гипнозом. Есть гипноз и концентрация мыслей. То есть, это гипноз. Концентрация чувств и есть воздействие, вот то, что называется, эзотерика. Они часто этим пользуются. Это более, вернее, менее заметное, но более сильное действие. И его даже обнаружить иногда невозможно. Но только потом начинается что-то такое происходит. И думаешь, что-то неладно в нашем отечестве. Надо посмотреть. Ты начинаешь разбираться, смотри, какая-то зашифрованная как программа в твоё поле входит на подавление или на болезнь или ещё что-то. Это пожелание. Опять же, помните, я говорил, что Господь наделённой способностью творить. Если человек творит из зависти в чей-то адрес, вот эта адрес пойдёт. И адрес будет поражён. Единственное, что его может защитить – воля Божия или собственно чистота. Но часто ни того ни другого. Потому что воле он не верит, а собственно чистоты не верит. И даже не понимает, что его так уже загрузили, что через короткое время пойдёт как турбулентность уже в судьбе. И надо это понимать, предчувствовать и видеть. Тогда надо меры какие-то принимать. Но надо быть зрячим. Вы же слепые все. Духи. Поэтому многие ученики, которые отставили, они вот так начинают заваливаться и падать, здесь вот туда уходят. Вот он разделение на лицик различий. Те, кто уходят сюда, они всё больше и больше ощущения приобретают. Это великолепный сканер. Можно без всяких названий что знать. Ложь там или это. Хорошо там будет или плохо. На уровне да нет, да нет. Как в компьютере, да, вот эта бинарная система. Она очень быстрая. А мозг будет разбираться очень долго. Я не знаю, вот ехать туда или не ехать. Знаете, сколько мне звонков идёт? Юрий Николаевич, в Турцию летим. Самолёт долетит туда. Могу обретя им сказать, что пока долетит. Здесь спокойно едут. Давайте вы с нами поедете на Гаити в Таиланд. Я говорю, вы поехали. Только у меня сейчас времени нет. Говорю, с вами хорошо. Мы знаем, что ваш самолёт никогда не падёт. Я говорю, да, я на него не сяду. А если попытаюсь, меня отведёт какая-то рука, либо опоздаю, либо и мне таможенники не будете искать. Что-то мне не нравится ваш взяной мне паспорт. Пока будем разбираться, самолёт улетит. Он говорит, извините, ну да, я ошибся. Варианты разные, но меня не пустят как самолёт. Что ещё? Значит, это понятно. Какие ещё темы задеть? Ну, суть грихопадения можно. И потом можем немножко о болезнях поговорить, потому что такое животрепещущая тема. Хорошо? Суть грихопадения в том, что вот я сказал, человек начал грешить, то есть через мозг к нему стали поступать сигналы, которым он стал поддаваться. То есть соблазнам. Ведь сатана не есть злое начало или как. Это отец лжи. Он никогда никого не заставляет, поймите. Он всегда предлагает. Хочешь иметь квартиру в каком-то советское время? Ну напиши караузы там на двоих, которые перед тебя по очереди. И всё. В КГБ там, ещё куда-нибудь. И это всё идёт. Человек думает. У меня трое детей. Что же делать? Возьму для себя грех. Ради детей. Всё. Проходит время какое-то. Лёд через пятнадцать. Вырастают дети. Берут и тайно либо отравят родителей своего, либо ещё что-то сделают. Либо приведут какую-нибудь женщину-проходительницу, которая там всё равно смешку мастера теряет. И такой злой. У меня квартиру отобрали, но как оно и получилось, не забывает. Поэтому всё возвращается, всё равно возвращается, возвращается и так далее. Вот и Эвушун опять же к нему и апеллирует. Он тоже пишет, что зло большее, давит зло меньшее. Вот мы являемся зло меньшее. То есть мы грешим, но нормальные и порядочные люди. Как бы. Но вот это зло большее. Козлища, давит. В наше же благо, чтобы мы его посмотрели куда. Отсюда, когда говорит зло своё, вот это зло свою задачу выполнят, когда наступит час икс, и вот этот загон уже будет не нужен, тогда вот с этим очень быстро расправиться всё. Уничтожение будет полное, потеря жуткой истории. Поэтому они судили, осуждены ещё до суда, это тоже гиблия говорит. Что к ним, призывать их исправиться, бесполезно. Не надо, говорит, обращаться к свиньям, они развернуться и растопчат вас. Бисерни-то. Вот это они сказали, что не для них. То, что пришло сейчас, это не для них. Можно спросить? Вот вы говорите, мы грешим. Вот что вы подразумеваете под этими грехами? Грех – это действие, это слово, это мысль, это чувство. Выше грехи не бывает. Какое действие? А? Что? Какие мысли или какие чувства? Какие действия? Действие, убить, противоречить. Не убить, меня убивать. Еще раз. Я нашла группы эмоций. У меня там даже список, что лежит, вот такой грех там и так далее. Можете потом взять и посмотреть. Очень интересно. Там целая страница вот так написано. И… И… Грех – падение. Я просто сказал вам о грех – падение поговорить. Вот человеческая голова. Я нарисую ее так. Не очень хорошо, конечно, но… Вот мозжечок где-то здесь, затылочная часть, передний мозг. Мозжечком мы видим сны. У нас психовидение не открывается. Откровение принимается этой частью мозга. Вот. Но у нас когда-то мозжечок в очень древние исторические времена. И передний мозг были примерно равны. Но после того, как человек стал больше нагружать мозг, а меньше стал служить Бога, вы знаете, что эволюционный закон говорит, что больше развиваешь, кто тебя больше растет. Это мышца. А это если в гипс хотя бы на год, она сработать не будет. А это миллионы лет происходило. Поэтому каждое новое поколение выращивало новые нейроны переднего мозга. А это угнеталось и оставалось слабеньким. Поэтому у нас за многие миллионы лет вот такой передний мозг стал, а ножичок маленький. Поэтому как приемник у нас почти не работает или вообще не работает. И это и есть суть, первородный грех при рождении. Человек, у ребенка, получает уже практически почти нет шансов. А логика у нас все сильнее и сильнее передавливает вот это все. Отсюда, если человек хочет восстановить эту связь, начинается работа. Естественно, нужны поколения, чтобы хотя бы немножечко увеличить эту массу. только поколение новое даст плюс массы. А чтобы сейчас она работала хорошо. Нужна кровь. Кровь несет кислород. Кислород это топливо. И человек, только питаясь кислородом, у него происходят процессы окисления и прочее. А здесь масса вот такая, здесь вот такая. И для того, чтобы компенсировать, нужно очень много крови. Идет с бешеной скоростью аннотация крови. Поэтому если человек без контроля Духа идет в эту область, эзотерика там и прочее, очень часто кончается. Психушка, инсульты, опухоли, то есть мозг, мозг, мозг и мозг. А вот и случаев таких очень много. Поэтому и душина об этом объясняет, что это тоже. Вот что такое и грехопадение, и первородный грех. То есть физиология тоже есть в этом вопросе. Вот это вот рисунок человека. Когда ты меня разъяснился, у меня были такие банки. Рисовал передний мозг, когда он повышает. Это коммуникативная связь. Мазовистое тело, как он называется. Здесь гиппокант, миндальна, базальные ганглии, таламус-гипоталамус, ноль гипофиза, мышечок, уролевый мозг, подболгаратый мозг, тут эпифиз есть. И вот пошел позвоночник. Все это называется центральная генеральная система. Далее. Есть периферия почвы, это тоже органы. Печень. Ну и не буду все рисовать. Уже я читаю гинекологию, ученцам свое. Щитовидка, паращитовидные железы. Сердце. Два круга кровообращения. Доходная и расходная часть кровообращения. Вот. Митральный клапан. Проволожный там. Какой еще забыл. И госпитальный клапан. И прочее. Когда я лечил, я очень хорошо это все знал. Меня дочка натащила литература с медицинского вуза. И нейробиологию проходили. И специальные болезни. И глазные болезни. И настолько все хорошо знал. И по крови. И с кандидатом ног по крови. Там мы разбирались все. Потому что я лечу. И тут же вот это. А вот у меня клиенты. А вот это я работаю. Так интересно было. Я за год. Настолько эту медицину. У меня такой. Слушай, я 6 лет училась. У меня 10 лет практики. Я говорю, откуда же ты так быстро? Я говорю, я хочу. А ты как студент нормальный. Лишь бы, лишь бы. Зачет сдать. Я говорю, у меня желание впитывал как губку. Поэтому я такой. За год я 10 могу вас обогнать. Вот. Как будто я 10 лет это учил. И потому что они мне говорили. Чем мне было. Не хотел говорить. Что у вас что-то темненькое здесь. У вас что-то серенькое здесь. Давай я тебе прогоню. Как-то хотелось более профессионально говорить. После этого начиналось. Я говорю, у вас гидронефроз. Человек говорит, а мне поставили онкологию. Говорит, нет у вас гидронефроз. А его друзья. Это офицер от полкона. Говорит, что ты каких-то этих шарлатанов слушаешь? Давай тебе операцию сделаем. Надо. Разрезали. Гидронефроз. Вот тебе дурачок. Я говорю, ну гидронефроз хрен резкий не слаще. Плохая вещь. Говорит, ну по крайней мере место грозное. Можно там и так далее. И вот такие многие вопросы как бы пацилисты мне тоже объяснили. Что к чему. нарисую того человека. Помните, есть система чакры, да? Ну вы, может быть, не занимались этим. Первая чакра. Раз. Вторая. Поясничное. Крестовое сплетение. Поясничное. Солнечное сплетение. Грудное сплетение. Шейное сплетение. Район гипофиза. Чакра. И интересная чакра. Сигналь. Что такое вообще эта чакра, если, наверное, русский язык перевести? Ну еще и мироздание. Опять же вот. Первосотворенное. Откуда приходили Моисей. Откуда Кришна, Зараса. Это все сотворенные. Иисус был вот отсюда луч. Он больше не бывает учителя, чем сам Бог приходил. Это не сотворенное. Мы отсюда ровно. Вот сознательный, духовный мир, бессознательный. Мы хотим быть сознательными. Нам дали это право. Разогнать лень. Осознать что? Собственное я. Если я начинаю понимать, что я дух, если я рожден законом Божьим, волей святой, следовательно, я должен понять, в чем это воля. И когда разбираюсь, понимая эти законы, я начинаю понимать, что я такой, из чего состою. Я сам матрица закона. Поэтому подчиняюсь закону, я подчиняюсь собственному я. Я никого больше не подчиняю. Нет тут законов. Есть способность у человека, из чего ты начинаешь это понимать. Я вот никому не подчиняюсь. Почему? Когда я это все разогнал, я говорю, так я так хочу жить. Правильно. Так это и есть. Есть твои желания все, которые ограничиваются твоей совестью. И тогда ты живешь нормально. Ты никому не подчиняешься. В этом есть воля Божия. Потому что это и есть воля Божия. Она не той силой, а вот этой силой. Муховной, а не божественной. Мы не боги. Вот отсюда дальше, если Дух пошел путешествовать в Атирию, удаление белого ствола или белого луча проходит с сущностными и филы в конце концов на уровне чувственного мира начинают белые рассекаться на 7 лучей. То есть спектр. Всего лишь на все спектр. Хоть есть и трактат о 7 лучах. Есть кто там исследование. Но я говорю, кто не прыгал выше чакр, никогда не выбирался еще за пределы черного астрала. Вот и все. А дальше начинается настоящая и настоящая в жизни чистота. Но что сказано Христом? Никто туда не попадет, как только через меня. А я воплощенное слово. Ешьте и упейте. Если сделаете его образом жизни, значит туда ключом, а не отмычкой выйдете. И не сделаете, значит останетесь вечными рабами своих грехов. Каждый совершающий грех есть раб своего греха. Вот и все. И я был рабом своих страхов, своей ревности, своего там тщеславия. И вот если удалось справиться, мне от этого только радостно и судьбами, как говорится, отвечает этим. Вот что такое чакра. Чакра это в переводе колесо. На самом деле это все лишь на все лучи. Поэтому духовная лень всегда приметение вот этой чакры. Которая отвечает в том числе за позвоночник. И если человек в духе ленив, у него позвоночник будет падеть. Так и ленив. На это влияет сразу на упорный двигатель аппарат. На всю систему, подлежащую от крестцового сплетения. Все периферийные нервы. Судокорцовые нервы уходят. Если вы знаете, на половую систему. Частично идет на почки и так далее. Дальше. Вторая чакра или поясничное сплетение. Это неверное отношение мужчины и женщины. Это неверное отношение дети и родителей. Это неверное отношение друзья и подруги. Если зависть материальная идет по третьей. По солнечному сплетению. Сюда жадность. Здесь страхи. Здесь отсутствие веры в Бога. Берет сюда. Здесь как раз и связь. То есть соединение идет вот тут как бы. Если страх, он отсекает душу от тела. Очень нехорошие эмоции. Жадность тоже самое. Отсутствие веры тоже самое. Тут как вот этот серебряный шнур. Тело как привязано. Вот это основная точка входа. Здесь жестокосердие. Здесь тоже группа определенных эмоций. Четвертая? Четвертая, да. А здесь отсутствие женственности или мужественности тоже. Как вот иногда и больно работаешь. Говорит, какая у меня основная проблема. Я говорю, вы как солдат в юбке. Ух, прям смотреть, думаю. Я говорю, вы сильное существо, но только женственность у вас воевает. И вот такие, они могут быть сильными политиками. Они везде могут и банкирами быть и все. Но только вот мужчине они не интересны. Если вы тогда проиграли как бы вот свой год, что ли, женский и так далее. Простите, это вы о пятой грудной чакре говорили, отсутствие женственности? Это я говорю о сердечной чакре. Четвертая сердечка? Да. Пятая – это обиды, уныние, эгоизм, тщеславие, раздражение. Вот. Поэтому у кого набор этих эмоций, часто говорят, вот холка такая, не промнешь ее. Я помню, когда я массажи тоже делал, когда человеку тяжело умеет. У меня шея даже не вырочится. Пальцем поработаешь, немножко энергетику разборишь. Такое ощущение, у меня что-то протолкнулось там. Я говорю, вы убираете вот это. Это же причинный уровень. Причина вот она. А то, что в теле проблема – это следствие. И если медицина бы занималась вот этим, тогда они бы работали в мире причин, тогда следствие само бы уходило. А если лечить вот почки, лечить там горло, таблетки, скальпель, какие-то процедуры, но не убирать причину, все равно все будет возвращаться. Все равно. Мало того, таблетки, вот я с девяносто человек полгода их с первого и апреля вообще никогда не пил. Принципиально. Мы даже иногда очень тяжелое состояние были. и травился, и температура за сорок, и все. Я просто терпел, но не буду. Вот если мне положено выжить, я выживу. Не положено, не выживу. Но обратите особое внимание. И я не зову никого, скажем так, повторять мой пример. Почему? Хотите – рискуйте. Не хотите – нет. Почему? Иногда бывает, говорят, я вот не пью таблетки, но у меня уже совсем плохо. Что же делать? Вы же запретили. Я никому ничего не запрещал. Я вам просто говорю. Либо вы побеждаете вот это, и само по себе восстанавливается. Если вы это не побеждаете, то вам нечего делать. Вам вынуждено обращаться к врачам. Либо победа в духе, либо возврат в медицину. Вот ваш вынужден. А никто никому ничего не запрещал. Это вот системный ад. То есть голова, атеизм, и национализм, и фанатизм, и прочие измы. Идеи. Которые формируют человеческую позицию по отношению к любому жизненным обстоятельствам. Правильно? Вот человек ходит, говорит, о, эти понаехали гастарбайтеры. А смотришь на него, он еще хуже них в три раза. Не смотришь, да, у них может меньше культуры. Но ведь они приехали, у них тоже проблемы большие. И смотришь, да, это плохо, что наш рынок труда не защищается. Это плохо. Но это правительство наше, к сожалению, так себя ведет. А зачем же тебе сваливать все свои проблемы на пришли преже? Проблемы в тебе. Я говорю, каждый человек виноват, у них проблемы сам. И не надо никого виноватых искать. Это очень такая позиция, очень любимая людьми. Кто-то виноват, что у меня такое происходит. Кто у нас виноват, так, рядом кто у нас. Так, жена сейчас мне ударит сковородкой. Сейчас так еще кто-то. Туда тоже нет. О, кот попался. У него сгос орвал, все легче стало. Ну, в шутку, конечно. И поэтому вот эти эмоции, набор эмоций определяет и группу болезней. Но это еще не все. Это один из факторов. А второй фактор – прошлое. А прошлое заключается. Вот такую я рисую линию, когда нужно проводить всю работу, поиск комплекс. Это, я говорю, работа с подсознанием. А что такое подсознание? Однажды я бывал в такой научной среде, где давали аттестацию одной женщине экстрасенсу. Она умеет работать, но, к сожалению, не чисто, с примесью магии. Поэтому я говорю, человек умеет работать, но я бы к ней не пошел лечиться. И своих близких не пустил. Это моя позиция. И вот там были профессора, медики, там все. И вот один встает профессор, психолог, и говорит, вы знаете, на уровне подсознания там то-то и то. Но я не стал его, потому что я чувствую, что он просто красуется. Вышли покурить, когда все. Я вышел с ним тоже, говорю, вы знаете, у меня вопрос к вам возникает. Вы профессор психологии, вы мне скажите, что такое подсознание. И он, а тут люди стоят, вы знаете, вы сейчас не время об этом говорите. Это нет, почему не время? Мы стоим, ну сколько можете, скажите. Он и так, и так крутился, он ничего не может сказать. Ну а зачем вы человека упрекаете, что это подсознание, если вы не знаете, о чем вы говорите? Вот это вот попузырится, говорится, на людях и все. На самом деле подсознание этого, до сознания человека вот когда-то, помните, от синих и зеленых водорослей, в развитие шла эволюция видов, и в конце концов дошло до великопитающихся и приматы. И вот в этот момент человеческий дух, не один, конечно, как бы пришел, скажем, вот отряд приматов, самые развитые особи, и в них вошел человеческий дух вместо души зверя. Сменилась программа. И вот именно из этого количества начало формироваться человечество, размножаться и так далее. Время на Земле тогда было значительно медленнее, чем сейчас. А время – это скорость жизни. И все. Это ритм жизни. То есть когда-то нас запускали многие-многие миллионы лет назад с определенной скоростью. Прошли миллионы лет, ритм пошел быстрее, дальше еще быстрее. А чтобы ритм усиливался, Солнце и Земля находились в разных, скажем так, позициях. То есть сначала одна была орбита, и гравитационная постоянно была одна. И даже ученые еще в начале XX века разобрали, что напряженность гравитационного поля влияет на скорость процесса внутри этого поля. Но они почему-то никак не связались со временем. Потому что время – это целые трактаты. Там такие же заумные вещи. Я их читал, читал, и понял, что я мозги сломаю. Не буду этому читать. А потом, когда я сидел и разбирался, это очень просто. С какой скоростью мы живем – это и есть время. А все эти часы или обороты отдыха от Солнца – это всего лишь способ измерения каких-то периодов. И если я из этого периода сделал много, значит, я время свое ускорил. Мало сделал, значит, я время… ну, оно у меня горело. Я его убил, как говорится. Да, Юрий Николаевич, вы седьмую чакру не рассмотрели. Седьмая, честно говоря, я даже не знаю, эмоции туда не бьют. Но, видимо, это какая-то крышка. Я даже не с ней разбирался. Потому что она иногда блокируется, а вместе с головой иногда нет. Но эмоции там не присутствуют. Может, это и есть подсознание? Может, это и есть подсознание? Единственное, что могу сказать, что вторая чакра вместо оранжевой стала бледно-розовой или нежно-розовой. А вот эта вместо синяя, да? Голубая, синяя, фиолетовая. Вместо синей стала белая с золотыми лучами. А эта – купурная стала, темно-розовая. Для вас или для всех? Не для вас. Я говорю, что я получил этот рассеченный луч другой. Не тот, который в йоге используют и так далее. А от того, кто пришел, он меня позвал. Я это использую. Я побеждал любого мага, любого йога. То есть это намного сильнее спектра. Можно сказать, что и этот спектр, старый, тоже белый цвет. И это белый цвет. Только этот белый цвет, можно сказать, признаком желтизны. Как вот Солнце наше, немножко желтоватое. А это, скажем, какая-нибудь звезда Бетельгейса. Она как сварка, настолько белая. То есть это свет белый, много оттенков, очень много. Там в составе этого есть другое немножко. Поэтому я, когда впервые это использовал, у меня началась вся религия с чистого листа. Я даже не знал, что в йоге занимался такой спектр. А потом, когда у меня это пошло, я думал, что у меня не совмещается с этим. Почему? Потому что у тебя другой луч. Используйся это. Я вчера как раз рассказывал в споре с одним йогом, который очень опытный. Он говорит, мы не можем быть оба правы. Кто-то из нас не прав. Хотя, я вижу, что вы говорите правду. Когда совместили, скрестили, как эти, военные миров и их первые лучи. И раз, и я его спокойно вложил на лопатки. У меня был полгода практики, минут 20 лет практики. Он сказал, да, я чувствую, что это сильное. Он честно признал. Так вот. Ничего, как говорится, античеловеческого или какой-то утопии здесь нет. При серьезной работе над собой, используя вот это все, вы, меняясь в лучшую сторону, тем самым начинаете примиряться с волей Божьей. И все. И, когда мне говорили, там, какие сверхспособности появляются. Я говорю, не надо кормить своего числа. Никаких сверхспособностей у нас нет. Это нормальные, человеческие способности. Просто я начинаю будить свои верхние этажи. И у нас все одинаковые этажи. И справляться, и уходить в лучшую сторону, в этом ничего великого нет. Если преступник перестает быть преступником, что в этом великого? Ну что? Это же абсурд говорить о том, о каком-то величии. Мы настолько ушли вниз, настолько в этом болоте сидим, настолько перераздули свое, ну, о себе мнение, что человечество великое, это поддерживается бы там, наука у нас то. Опять же фраза, как это, мудрость мира всего, безумие перед Господом. Потому что это такое в Библии тоже есть. Правильно? Потому что рассудок ведет к чему? К бесчеловечности. Все превращается в рацио. Ради прибыли, ради каких-то интересов, там, группы людей или стран, или конкретных людей каких-то. Все равно мы идем в коллапс, мы уничтожаем сами себя. Мы это видим, мы это знаем и продолжаем упорно это делать. Причем люди, которые управляют этим процессом, вроде мы не можем повлиять, но мы можем повлиять на себя. Вот он, способ повлиять. Я тоже, когда думаю, что я могу сделать? Один, ну что? А мне говорят, ну, начинаю работать. О себе позаботься. Начинаю работать, потом опять же вспоминаю фразу. Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Потому что не голые призывы нужны, а знание, опыт и передача этого опыта. У меня племянница моя говорит, а я все знаю, я там читал Библию. Я говорю, а сколько страниц прочитал? А мне не жало такого вопроса. Я говорю, полторы страниц прочитал. Я знаю. Я говорю, знаешь, что сказал Платон по поводу знаний? Знание есть продукт. Вот. Есть мнение у человека. Оно может быть истинно, а может быть ложным. Как проверить, истинное или ложное? Вот я прочитал какую-то книгу или послушал кого-то. Каким образом я могу? Это мнение чьё-то, которое я выслушал. Я взял и по его мнению прослушанному пожил. И оказалось, что это правильно. Вот как я послушал призыв Христа и попробовал пожить. Получилось. А когда получилось, я сказал, у меня теперь мнение правильное. Абсолютно убеждён на основании тысячекратного опыта. Есть. Законы есть. Раз законы есть, значит и Бог есть. Всё. Для меня этот вопрос состоялся. Ответ состоялся. А дальше? Это знание? Нет. Это ещё не знание. Это только мнение, подтверждённое опытом. Это мнение истинное. Я теперь в нём уверен. А теперь что такое знание? А вот если я смогу вам передать эти знания, и вы меня поймёте, это у вас уляжется. Вот эта передача, это называется передача знаний. Она должна быть очень просто в изложении. Я лекцию читаю, не покрасоваться. Это было в начале. Я потом стал избавляться от сложных терминов. От этого умирала тщеславие, вместе с ним умирала сложность. Кому ты читаешь лекции? Для людей. Они должны тебе понять. Что ты преследуешь как цель? Чтоб тебе поняли, как будет просто. Расскажи всё просто и ясно без утаики. Толстой что писал о Христе? По самой своей цели сошествия Бога на землю, Бог не может быть сложен и непонятен. Он был прост и понятен. А что из него потом сделали те, которые взяли на себя миссию христианства нести? Скажем так. Одни так его толковали, другие так толковали. И он как раз это препарирует. Говорит. Разве мог Дух Святой про Пятидесятницу за десять минут откровения как такового дать больше, чем Иисус Христос за три года им давал? Рядом, находясь на все вопросы отвечал. Что же им такое пришло, что они это всё скрывают? Непонятно что. Что им как бы Бог сказал что-то? Пусть они напишут, что им десять минут давал Бог через откровение. Нет этого нигде. Это, говорит, плацебо, пустышка. Это тешит Расчиславие и сделает такую замкнутую группу. Есть знания в себе для себя, а есть знания для толпы. И он на газету даже привез. Когда одну секту обвиняют, они говорят, вы сами секта. У вас есть знания для внутреннего круга и знания для неизбранных. Так не бывает у Бога, так не бывает. Бог хочет, чтобы вы поняли. И никаких таинств у Бога не было. И само причастие, я уже о нем говорил, что причастие есть символическое. Это причастие к конфессии. А настоящее причастие к христианству только жизнь по словам. Да, конечно, это непросто. Да, это будет не быстро. Но лучше медленно и правильно входить, чем много раз неправильно пробовать и пробовать и пробовать. Мультфильм, помню, в детстве смотрел. Как медведь, два медведика и рисенок соревновались на велосипедах. Очень старый мультфильм. И вот они едут, едут, кто вперед, приедет к финишу. Значит, рисенок, как аллегория такой хитрости, с разгона хотел залететь на гору. И он несколько раз пытается его назад, но не тянет он туда залететь. А медведи спокойно погрузили на спину велосипеда и медленно пошли в гору. Это правильная, скажем так, оценка ситуации. Они забрались и потом с горы скатились. А если он так не смог? То есть это говорит о том, что надо правильно эти задачи решать. Знаете, что тебе по силам сегодня, что по силам завтра. То есть рационально использовать время. Время очень дорого. И варвар говорит, что время... Деньги, хотя это намного дороже. Потому что вот кто это чувствует, этот ритм, что такое ощущение, у меня давление шло когда-то, что скорее, скорее надо успеть, надо все впитать в себя, надо передавать. Ведь когда я объявил, что я пойду, это не был просто такой декларативный у меня этот, да я пойду, ничего подобного. Я хотел этого, я это получил. Прошел через трудности, освоил опыт и только этот опыт передается. А если бы у меня этого опыта не было, у меня не было бы такой убедительности. Потому что я сначала сомневался. Я выходил в свой монастырь любимый и говорю, кто же мне поверит? Я светское лицо. Так не могу вот так и так предлагать людям. Ну кто мне поверит? Я говорю, ты иди и говори. Не бойся. Вздохнул, я никогда не был человеком сцены. Я вышел, стал говорить это под этим и светом, народу много, каверзные вопросы, усмешки, чего только не было. Я спокойно продолжаю говорить. И смотрю люди, которым это надо было. Они потом подходят, а можете научить? Я говорю, здесь пятьсот человек, а подошло ко мне двенадцать, скажем. И да, двенадцать встаете, весь зал ушел пятьсот человек. Эти двенадцать, говорит, можете. Я говорю, могу. Только смотрите, что будет при этом. Я говорю, я вас не собираюсь там тащить куда-то. Я вас научу этому и этому. Я могу дать крещение. Я могу помочь убрать вам квартиры этой грязи. То, что называется патогенность. Это умею, мне это научили. Я могу покопаться в вашем прошлом и развязать многие узлы, которые не дадут вам сойти со стапелей. Это я могу. Это постепенно я освоил. Не сразу, но это пришло. Без этого человек не запускается. Вот когда все это пришло, я сказал, я теперь уверен, что я могу человеку дать то, что ему необходимо для старта. Теперь я честен перед собой и перед людьми. Вот тогда пошло все. И ничего мне другого не надо. Если люди, которые послушали, я говорю, что мужчины и женщины, вот если живут вместе, если один пошел, а второй нет, происходит довольно быстро в духе разрыв. И тогда пора может развалиться. Может не то, что они друг от друга уйдут, но просто будут более холодные отношения. Вот они все. Поставайте больше и больше. Вы должны быть равными, быть примерно равными в духе, идти вместе. Тогда пора сохраниться. Вторая опасность. Будьте посчитали, что это вывелись, а так вот одна месяц была. Максимум на год была. Ничего подобного. Это все осталось всю жизнь. Борьба. А борьба само слово предопределяет. Это тяжесть определенная. И опять же Агрушин пишет, что само слово бороться и вырваться из тьмы. Пока вас засасывает и вы не боретесь, вы не замечаете настолько сильны эти лианы. Но как только вы позволите себе сопротивляться, вы поймете, что это такое. Я бывший главный инженер. Я член партии был когда-то. Это и это. Я не мог быть руководителем, потому что если нет партбилета. Да, это было, это было, это было. Но когда все это пришло, я так удивился, оказывается рядом со мной существовал другой мир. Я его не видел, не понимал и не верил в него. А когда столкнулся, ой-ой-ой, что же творится, оказывается вокруг меня. Как вот, как радиоволны существуют, так же вот эти биоволны. Оказывается, люди ими обмениваются и негативно, и позитивно. Больше, конечно, негативно. Как этому противостоять? Когда в 1964 году я победил страх, у меня на этом месяц ушел. Потому что, говорит, страх не победишь, ты ни шагу не сделаешь дальше. Для тебя это очень важно. Победил страх. Был диалог в храме, когда меня на колени поставили. И пошел текст, пришло время Святого Георгия. Ты взялся, так иди, давай работать на эту тему. Я говорю, у меня ничего нет, ни квартиры, ни денег. Иди тебе, все. Будешь честен, все получится. Через два года квартиры, хоть я ни бизнесом не занимал, все. Пошло, пошло. Пошла такая помощь, так удивился. Вот. И видение, я помню, я сижу в своей коммуналке, которую снимал. И потом через стены полезли, вот нечисть всякая. Я их увидел, как в фильме, только там намного хуже. И это, я вот абсолютно тем, что я увидел. Вот они лезут и лезут. Я понял, что я вырвался туда. И мне прямо идет текст. Вот это и есть то, что ты называешь астрал. Жуть какая-то. Со всех сторон какие-то щупальцы, как из пепла созданные. Они там идут, мохнатые такие. Самое страшное, это были глаза. У них такое выражение. Вот они, это хуже, чем там семь питомов вместе взятых, которые тебя вот и сканируют. И они насквозь проникли. Даже мороз такой ощущения промерз насквозь. И вот этот первый опыт для меня был жуткий. Я сидел и чувствую, меня пытаются на страх взять. Я говорю, не боюсь. Я в материи. А вы не можете со мной, с моим телом ничего сделать. Вот. Я так два часа бился, бился. Я говорю, потом молитву встал читать. Тетя Чинаш, Господи, помоги. Я хочу спать. Я не могу уснуть в этом террариуме. Я говорю, не могу. А они меня трогают вот так за уши. Я чувствую, как перо прикосновения. Затылок. Мы с вами тебя. Ты никогда от нас не избавишься. Мы тебя уничтожим. Вот этот шепот идет и идет. Ну как не сойти с ума? Я тогда призвал все свое прошлое. Я говорю, я что? Я там бывший такой. Я такой, не сдамся. Вот знаете, как ребенок русский. Как будто в таком страшном сне кошмаре. Вот это был первый опыт выхода. Поэтому, когда мне мои ученики говорят, Николаевич, когда же вы туда выйдете? Это ваше счастье, что вы, говорю, неподготовленные. Туда не выходите. Ибо свет охраняет вас пока. Пока вы абсолютно не победите страх, не победите многие другие вещи, выходить вам туда нельзя. Вы с ума сойдете. Вы не выстрелите там с ними, с теми, которые там по ту сторону. Это кто такой? Это ваше прошлое, говорю. Это ваше прошлое. Вы бежали неоднократно на земле и тащите за собой вот этот состав вагонов. А в нем нагруженное угорожено. Это все грехи. Их миллионы и миллионы и миллионы. Вот. Поэтому избавиться от этого. Копать несусь и поперек батьки в пекло. Подожди. Поэтому для меня выход туда. Я туда не хочу ходить. Но иногда это мое рабочее место. Я вынужден туда идти, потому что, чтобы увидеть, что на человеке сидит и видеть, откуда идет волна и кодируется человек, часто этим занимаются достаточно серьезные люди. И бывает избавить человека от этого очень сложно. Иногда тогда и сутки, и двое ходят. Я с перерывами работаю. Работаю в концерте. Потом отобьешь кого-то. И говорю, ну не открывайтесь вы куда не надо. Пока вы закрыты, ничего страшного особо не происходит. Потому что человек идет и говорит, погадайте мне кому-то. Что это такое? Я хочу, значит поле открыто. Мне кто-то нравится, поле этому открыто. Нравится не обязательно человеку. Это может книга. Это может музыка какая-то, которая заряжена там и так далее. Есть фильмы, которые заряжены этим. Вот я это чувствую всегда. Фильм идет. Вроде ничего страшного нет, но у меня мороз по коже. У меня как у кота волосом дыбом. Я чувствую тут воздействие. А дети смотрятся и уберите детей. А что за особенно? Человек не чувствует это. Поэтому чувствительность она хорошо. Это определенное зрение что-ли. Мы можем по крайней мере вовремя принять мир. Рождается эта чувствительность. Именно от того, что не избавляешься от грязи. Все. А следовательно свет, он от этой грязи непримирим. Он начинает отталкиваться. Мы не подобны больше этой грязи. И начинаем попадать под световую защиту. И для нас, конечно, уже тошно. Когда рядом человек какой-то. У меня становилось трудно. Я чувствую, вот это убийца. Это еще что-то. Я говорю, у меня вот так. У меня твоя чувствительность должна ходить в руках об руках с твоей чистотой. Быстрее набирай. Вот выбирай это. Потому что чем чище ты, тем больше воля тебя защищает. Потому что защитить тебя, если ты ленишься, невозможно. Это закон. И закон этот не отклоняется. Любимчиков нет. Никаких заслуженных, там, этих прошлых, твоих достижений. Ничего подобного. Сегодня и сейчас ты должен делать то, что положено тебе сегодня и сейчас. Всегда ты добился многого. Неплохо. Но сегодня ты должен добиваться намного больше. А завтра еще больше. График второго или третьего порядка у тебя должен быть. Ты должен быть быстрее тьмы. Тьма сейчас не нарастает. Потому что что происходит? Вот если это материя, где вот тьма распространяется, свет давит ее сейчас вот так. Со всех сторон на окружены. В воле Божией начинает этот шарик давить. И что происходит? Сокращается, скажем, пространство вот так вот ее закручивают. А внутри люди просто сатанеют многие. Смотришь, как он нормальный человек, а превращается непонятно что. Друзья предают. Там суд такое, обворовывает. Ну, сами видите, что вам рассказывают. И поэтому в хатле идет встречное усиление вот этого. Ну и получается, что кто знает, кто такой гидравлик или там что-то. Кошмар творится вот там внутри этого шара. Отсюда выбраться, отсюда можно. Только опираясь на волю Божию, выйти без особых проблем. И скупать как можно быстрее. И справляться со своими проблемами как можно быстрее. И души отвечают на вопрос, а успеем ли, конец, мы рисковать. И он отвечает, никто из вас не успеет до конца очиститься. Но вопрос билета на мой ковчег очередной немножко в тургом состоит. Я ведь тоже эти вопросы задавал. У меня нет неотвеченных вопросов серьезных. Поэтому вот такой ответ. Здание передавай, но объяснили вам, что условия прохождения в будущее не абсолютная чистота и святость. Это выгодит никто не успеет, время слишком мало. А условия такие. Еще раз рисую ординаты. Духовный рост. Апстисса – это время. Пути. Поэтому, скажем, вот здесь час икс. Не буду рисовать, что я не знаю дата. И пишет Иисус, что время, день и час не знает никто, ни ангелы небесные, даже Сын Чайский не знает. Только Отец. Каким он будет этот час икс? Посмотрите. Тоже никто не знает. Вот, скажем, у человека любого возьмем. У него потенциал способен выполнить вот такую программу. Вот с такой скоростью расти. То есть, скажем, вот такой духовный рост завод в такое, скажем, время час икс. Это максимальный график. Максимум. Я применяю немножко математики. А человек шел вот так. Он шел вверх. Ну, шел вот так. Ни шатка, ни волна. Где-то веры не хватает. Где-то терпение. Где-то еще чего-то. Где-то смирение. То есть, задержка, искупление шла. Он не использовал свой потенциал так, как положено. Значит, он пришел к этой точке. Разрыв, вот этот дельт разрыва духовного. Не позволит ему идти. А почему, я объясняю. Если идти, то надо идти во банк. Я эти вещи на своей, грубо говоря, шкуре испытал. И пока я не добился вот этого цели и многие вот эти точки опорные, у меня ничего не получалось. Поэтому я говорю, за что меня так судьба бьет? Вот эти первые. Мне говорят, потому что ты будешь учить людей. Поэтому ты страдаешь именно из-за того, что ты вызвался. И не просто за себя, а за многих. А многие судьбы твои не повторяли. Но ты должен знать все. Любые болевые точки. С маленькими детьми. Отношения с женщиной. С такой или с такой. С властями. Вот этим. Ну и так далее. И поэтому меня прокатали по всем, как говорится, ямам и горкам. И что происходит здесь? Вот что получается? Результирует в чем? Вот здесь опорожено вот так. Бог может сказать. Дорогой мой. Тебе даны были знания, как бороться с эмоциями. Тебе все было объяснено? Да. Тебе дали крещение. То есть вот воля Божия. Что такое крещение? А вот воля человеческого духа. И который убедит он в колоссальным количеством собственной грязи. Вот его огородцы, механизм. Он сам своей волей не способен пробить. Суть крещения в том, возникла еще при Иоанне крестителе. До крестителя не было крещения. Потому что человек в то время еще несколько был загружен. Мог пробиваться без крещения. А крещение возникло из-за того, что человеческой воли не хватало пробиваться отсюда. То есть пробить росток, почву это не смог. Отсюда Божья воля соединяется с волей человека. И возникает некий проход, туннель проходил. Но крещение это не отпущение грехов, как никто утверждает. Оно не отпускает грехи. Это бросили тебе канат, как вот МЧС в глубокий колодце. Бери этот канат и перебирай ножками, ручками ползи сам. Никто тебя оттуда вот так утаскивать не был. Потому что вот это создал не Бог, а ты. И если ты не будешь работать, получается, я натворил, а убирать за мной грязь будет Бог. Поэтому Бог говорит, ты можешь сделать вот столько. Но если ты сделал столько, значит ты хочешь, чтобы Бог за тебя вот это убирал. Вы, как хозяйки, знаете. Пришли гости, натворили непонятно что, все вокруг. Забрызгана грязью, посуда грязная. Ну там встали, там подруги. Ну ладно, давай тут немножко. Раз убрали, остальное хозяйку уберем. Честно это? Нет, Бог абсолютно исправедливо сегодня не пройдет. Почему? Это разве не посильная задача, все вокруг работать по максимуму. Посильная. Но для этого нужна сильная вера, убежденность, знание, воля, терпение. Это качество, которое составляет сильный человеческий дух. Царство небесное, силы уберется. Слабые не пройдут. Вот и все. Я должен правду сказать. Отсюда выход только в одном. И когда вот из, грубо говоря, полторы тысячи человек может прошли через это. Вот. Где-то может осталось на сегодняшний момент 150, а остальные как вот у него уже в тумане пропали. А они работать не хотят. Ряды сильно передели. А у нас, я говорю, у нас не секта. Хочешь работай, хочешь нет. Все, кто работает, идут примерно вот так. Я их поддерживаю и помогаю. Почему? Потому что мне воля Божия помогает. И говорю, помоги им. Ты сильнее, ты можешь их прикрыть. Единственное условие. Максимум работы. Настоящая вера. Я рисую иногда и вижу. Вот 50%. У вас контрольный пакет акций должен быть здесь за пределами 50 уже. Это уже начало убежденности. А вот человек болтается. 10, 15, 20%, 30% опять к нулю. Вера вот так. Я говорю, то мало сейчас. Если вы там месяц-два, это ладно. А вы уже лет 5, 7, 8 уже в теме. Я говорю, почему же вы до сих пор? Ваш опыт, почему вам не подтвердило? Либо почти нет опыта, это лень. Либо опыт есть, какие-то страхи начинают мучить. А вдруг не получится. Я говорю, это зав. отдел по умению там сидел. Черт. И он сидит в вашей голове, этот гнусик, постоянно пытается нам что-то вернуть. Есть книга, кто написал «Хроники на армии». Юрист. Вот у него есть первая в томе. Не «Хроники на армии», а первая идет «Письма Баламута». Там старший черт пишет младшему гнусику. Ты упустил нашего клиента, без того, чтобы пойти на футбол или в пивной, он сегодня в церковь заберет. Ты где был? Такие письма интересные. Настолько тонко преподносится, как человек соблазняется. Конечно, немножко занудно, как и амбличане пишут, типа Диккенса. Но, в общем-то, достаточно интересно. Почитал несколько его писем. Смешно просто прослупить, как это все делается. Прямо как по жизни. И возвращаясь к этому серьезному моменту. Помните, вот это необходимые условия. Помочь могу только вот этим. Либо, которые немножко отклонились, но бывает очень тяжело. Но этот бал недолгий. Человек говорит, ну помогите, пожалуйста, чуть. Человек говорит, отставишь его, и он опять сюда возвращается. И вот так, я думаю, у кого это состоялось, пары прекрасные. Они друг другу, они говорят, мы не знаем, что в 40-50 лет, он может так любить. Такие вещи. Человек говорит, да слез. Говорит, такой мужчина, что он говорит, фуц, ведь мир. По боку. И как понед начинается. Говорит, ничего не страшного. Потому что есть два пути искупления. Страдание и любовь. Об этом не только Христос пишет. Это и китайцы в этом писали. Если ты любишь кого-то, ты всегда этого человека поставишь выше себя. Это победа над твоим эгоизмом. И ты будешь ему служить. Если это женщина, ты будешь с ней пылинки сдувать. Но только не так, как вокруг. Такое создать, что она просто скажет, слушай, дай мне отдохнуть. Потому что человек должен иметь вот этот такт. Он должен понимать. Потому что я четко чувствую. Как будет, допустим, у нас хорошие отношения. Может не были с кем-то. Но я чувствую, вот сейчас нужно уйти. Надо приходить. И я сейчас. Человек хочет побыть один. Я это чувствую. Даже он ко мне прекрасно относится. Все, ну хватит. У него какие-то свои мысли. Просто позерцать что-то. Как это объяснить? Идем куда-то. Вот смотри, у меня какая-то сила останавливает. Человек подходит к обрыву. Я о чем-то своем. А я вот остаюсь и чувствую. И он не благодарен. Чувствую волну. Спасибо. Ты меня понял. Не на этом уровне. Так что эти вещи все, они достаточно тонкие, но только тонкие людей, которые до сих пор не озабочены были. Когда ты входишь в этот режим жизни, постепенно для тебя такие открываются. Думаешь, как можно говорить по-другому. И стыдно бывает за многие моменты в прошлом. Думаешь, кошмар. Чего же я там творил такое? И вот мозги дома у меня. Ну чего сейчас горевать? И еще один момент. Почему это стало вспоминать? У души у меня есть голова. Живите настоящим. Не надо, как было хорошо раньше. Вот все время плавать в прошлом. Какая у нас была молодость и любовь. Какое там это. Или наоборот уходить. Может впереди какой-нибудь президент появится. Или какое-то счастье придет. Вдруг повезет. У кого разные мечты. Может вклад найду. Может в Канаде на светство будет. А может еще что-то. Это один вариант. Или придет. Такая красота ко мне. Она меня полюбит. И вот это все вот. И он говорит. Вот не надо быть каким-то беспочтенным мечтателем. И не надо вкупаться в каких-то прошлых там этих. Живите сегодня. Потому что сегодня вы закладываете хорошее или плохое будущее. И если вы сегодняшний день провели вот в этом или вот в этом. Вы ничего не сделали для своего будущего. Вы потеряли время. Оно очень дорого. Не надо вот сокрушаться, что вы ошиблись. Многие тоже. Ой, я опять ошибался. Межкарма. Я говорю. Не надо бояться. Вы что, хотите за два дня святым быть? Ошибки неизбежны. Вариант какой? Нужно их сокращать. В сокращении ошибок вся наша победа. Вы не можете мгновенно даже за месяц. Даже за год. Даже за пять не можете всю эту массу сдавить. Искупить и прочее. Я ж по глупости своей тоже сказал. Когда толпанил вам. Господи. Дай возможность. Я за год шею искуплю. Они говорят. О, Юрий. А ты, говорит, почитай свои грехи. Я посчитал тогда и получил, говорит, 400-500 тысяч. Я говорю. Наверное, еще это. Ошибся. В меньшую сторону. И теперь мы это разделили на 35-х годов. И получилось больше тысячи грехов я должен в день искупать. И каждый это ведет к страданию, говорит. Я думаю. Да я и два-то греха столов в день переношу. Говорит. Поэтому, говорит. Не лезь туда, куда не понимаешь. Доверься проведение. Оно называется максимальный режим, но для тебя посильный. Почему? Вот я тогда понял, что дружить со светом – это здорово. Если ты сам не хочешь ошибаться, то постепенно выйдешь на умный режим. Просто на это время нужно. Не хочешь – тебя никто не заставит. Меня часто звонят. Я просто сейчас тут отключаю, когда меня звонят. Потому что я не могу сейчас всем отвечать. Одни разговоры будут. И звонит. Вот вчера женщина. Помогите. У меня сын будет наркоман. И не хочет исправляться. Если он не хочет. А какой-то нарколог. И сказал, что я его вылечу за неделю. Я говорю. Улет ваш нарколог. По духовному принципу в Духе заложен этот закон. Свободы-выба. И если человек не хочет бросить пить или колоться. Или наркотики принимать. Ни один нарколог его не вылечит. Ни один. И если он может закрыть его в клетку и никого не пускать туда. Да, будет ломка. Да, будет там не знаю чего. Другого способа нет. Потому что он хочет. А раз он хочет. Никто не может противостоять этому. Поэтому вот когда человек доведен до крайней степени уже. Когда у него белая горячка. И он уже в страхе, что он погибает. И говорит. Дайте тогда дойти до дна. И когда на ту же содеянного начинает просить. Помогите кто-нибудь. Everybody help. Вот тогда можно ему помочь. Потому что он захотел этого. Вот тогда нарколог. Мешаться может так. А что здесь делать? Я говорю. В любом случае надо изолировать. От среды. От той, которая ведет к этому. Но это только насильство на это. Больше всего этого способа нет. В этом книге даже пишут люди. Что наркологи, которые вот это обещают. Они врут. Они деньги на этом делают. На самом деле в природе честного духа. Если он не хочет. Никто ему не поможет. Так же как и нам. Если мы не хотим туда двигаться. Нет. Английский или там немецкий язык. Тоже если не хочешь. Ты его не будешь. Пусть этот долг. Даже необходимость. Но не хочу. Даже пытаться буду. А у меня что-то так. Такой вяло. Процесс идет. Но не получается. Как везде. Мы такие в природе своей. Теперь вот о патогенности немножко. Что только о патогенности. Тоже статью предложил журнал. Называется физиотехническое строительство. Я познакомился с этим кандидатом наук. Фамилия такая у меня интересная. Не буду сейчас говорить. На камерах фамилии строить не называть. Вот. И мы с ним ездили в Москве. Два-три места. Одно из них патогенности. Это в районе Погрецкого вокзала. В этом здании одно строили. И он говорит. Вот здесь у меня рамки показали. Что здесь чуть негативная энергия. И строить здесь нельзя. Я говорю. А технически что вы здесь предполагаете? Как правило это карстовое явление. То есть промойны какие-то есть. Если ставить определенного роста здания. Она может просесть дать просадку. Поэтому нужно копать глубокие коплованы. Заливать водой. Потом сваи и так далее. Технологии строительства. Но там о другом речь. Он мне рассказал. И потом мы ездили. В статье написано. Что там взяли под наблюдение несколько домов. Или пару домов там в Москве. Вот они подъезды. Из одних подъездов выносят сплошную там онкологию. А здесь психоневрология. И так вот одного за другим. А что они туда? По генетическому признаку что собрать? Ничего подобного. Вот он пишет. Какие-то восходящие, нисходящие получи есть. Вот. Но он это с технической точки зрения преподнес. И с медицинской. И с врачами тоже. Они тоже это заметили. А я как раз с энергетикой говорю. Место, где эти здания стоят. Ведь история земли она очень такая пестрая. И некоторые места были. Это места сражений. Тут колоссальное количество эманаций страха осело. Ужаса. Злобы. Отчаяния. Вот. И прочее, прочее. Вот так каждый исторический свой несет эту нагрузку. Поэтому все это хранит. Это память места, так называемая. У ученых. Есть геологический фактор, а есть человеческий фактор. И вот при работе с людьми я всегда должен квартиру почистить. Казалось бы, это абсурд. Как можно квартиру в таком доме почистить? Может. Свет может. Потому что там совершенно иная география. Где-то по-другому Эмили Диккенсон пишет. Там, кажется, не помню уже стихи. Рядом там, что, входя в тот мир, нужно снимать, говорит, плащ здравого смысла. Что-то глушит. Там совсем другая логия. Там совсем другие возможности. Там измерение другое. Измерение, скажем, нарисую вам круг и точку. Эта плоскость, правильно? Имеет два параметра. Ширина и высота река. Два измерения. Существует человечек, который тоже на плоскости живет. И он рассматривает эту плоскость. Как? Он не видит плоскость. Он видит что? Проекцию. Прямую лень. Правильно? Он плоский. Он кругу там не видит. А я человек трехмерный. И говорю, о, не проблема. Подошел в центр, потрогаю пальцем. Для него я чудо. Если я пальцем проткну, и он сможет заглянуть за это, он увидит, что мой палец не весь, а только проекцию одного места. То есть у него ограниченные возможности. Вот мы в трехмерии ограничены также по отношению к четвертому, пятому и шестому. Это все есть. Но мы этого не можем понять. Потому что мозг в трехмерии, он не может осознавать больше, чем трехмерии. М3 в науке называется. Ты будешь ничего не способен. При выходе по ту сторону. Почему? Есть и мани, которые выходят в прошлое и в будущее, и там иногда включаются. Потому что если сатана не противил бы своих адептов какими-то способностями, ни один человек им бы не поверил. Вот. А для чего это сделано? Когда первый кордон сатана построил материализм, не веря в Бога, большинство, вот в этой сети и сидит. Это секта. Отсеченный от Бога. Те, которые не поверили и сказали, нет, все-таки Бог, есть как-то его искать. Храмы не дают знания. И люди, которые по-настоящему пытаются что-то понять, они пошли на затылку какие-то вариаты искать. И тогда сатана вот это создал. Потому что первый слой потусторонний, он очень грязный. Это мир наших чувств. И сами видите, сколько там чувств напихали мы за многие миллионы лет. Поэтому там черти носят в маске ангелов. Потому что любая эмоция – это ваша эманация, которая порождает беса. Их так предки наши называли. Бес страха, без ревности, без чеславия. Поэтому этих бесов там невероятное количество. И если человек без контроля Духа, как Иисус говорил, только через меня. Потому что вы пойдете под защитой Духа Святого. И единственное, что вы можете, ну нормально будет, остальное все не то. Кто не со мной, тот против меня. Сколько таких фраз, сказал Христом. Нет, люди все-таки ищут обходные пути. Даже зная вот это. И вот поэтому, что же получается, когда вот эта вся патогенность, она тут и сидит. Уничтожив ее, я говорю об измерениях, потому что это возможно. Человек получает чистый контур. Получает чистое поле первое время. В какой-то степени облегченное прошлое. Это не значит, что я убираю камни, ничего подобного. Камни никто не может убрать. Вот это все. И крещение, то есть соединение вот это. Вот этот набор, папа-мама, линия генеалогии. Нужно кое-что убрать, эманации. По линии подсознания и по линии прошлых жизней. Когда это все основные, самые страшные узлы убираешь. Человек говорит, ну как-то вроде полегче стало. Я говорю, у вас теперь шанс есть, начинайте работать. И я говорю, я помощник, но я не буду вас нести туда. Это с моей стороны неправильно. Вы знаете, как работает тренер. Детей учат плавать. Давай вот так ручками, ножками шевели. Методика, как это правильно отталкиваться. Все поддерживает под животиком, пока он там. Потом, если человек месяц, второй, третий, не умеет, он говорит, ребенок больше не способен научить его сами. Я говорю, ну не хочет. А если детка, который 3-4 дня, он уже поплыл. Ну интересно это все. Люди тоже разные. Поэтому, вот это вот тренер нормальный. Он должен отойти в сторону, дать человеку самостоятельно тренироваться, плавать. И быть с ним рядом. Тяжелую минуту раз подхватил, чтобы он не вытанул. Вот у меня точно такая же задача. Вот если человеку постоянно решать за него задачу. Давай, милый мой, теперь правой рукой, да пальчики вместе сложи. А теперь вот так, вот так, вот так. Почему? Да там кто-то хорошо платит мне за эту работу. Там совсем другие интересы. Будь развращенным человеком, он не учится никогда самостоятельно. Меня никто этому не учил. Я как авторист, подчинился никому ничего. Просто у меня вот здесь сразу пошло, что так надо. Это голос мой родной. Он называется вот здесь радостью и доверием. А голова мне ампанировала, все время пытался. Да нет, цветы изобретаем. Голову на место поставил. Вот эта связь стала все крепче, крепче. Проверил опытом. И теперь я знаю правильно все. Так надо. Намного лучше там жить. Ну что еще? О телепатической связи, наверное, смысла нет говорить. Потому что мы тренировались. Но тогда было время большое. Вот это все растянуто было на два раза в неделю. По три, по четыре часа каждое занятие. А потом я понял, зачем столько времени тратить. Надо выжимку дать, клиент и сердцу. То, что нужно. Остальное не так уж важно. Потому что мне тоже любопытно было. Когда я стал интересоваться физикой этих явлений. У меня был больной один подполковник, по-моему, в валютарном госпитале. Меня туда медсестра тайно провела. Потому что врачи не пустуют. У него загибается уже. Вот у него там непонятно по какой причине. У него там ноги перестают двигаться. Руки уже стали почти это. Ну паралич постепенно на него наползает. Я пришел, посмотрел. И говорю, знаете, а вы где-то изотопов нахватались. Говорю, у вас спиной мозг и красный косный мозг из изотопов все. Он говорит, слушайте, я работал на локационных станциях. Там сверхвысокие частоты. Я знаю, что такое, когда в шутку солдаты жестокие привязывали кошку. Это ради высотомера у нас. Она облазила через несколько часов шерсти. Просто вот так. А вот что такое эти частоты. Поэтому, конечно, это на органику влияет негативно. И когда я ему сказал, он говорит, а что-то можно сделать или попробую. Я с ним стал работать несколько дней. А первый раз, когда я с ним работал, он говорит, то, что вы это увидели, это само по себе. А как вы видите изотопы? Вы что, их видите? Ну, для человека это невозможно. Казалось бы. Я говорю, я не знаю, почему я их вижу. Но я в следующий раз попробую вам рассказывать завтра. Разберетесь до завтра? Я попробую или не знаю. Пришел домой, сел и так, думаю, ну вот наше зрение бирокулярное, принцип такой, что если вот обозреваемый в людне, если я его вижу, значит длина волны в моей оптике умещается. Длина волны, вы знаете, два полупериода. Умещается, значит, я его едва, но вижу. Если несколько его видно, тогда я его хорошо вижу. А получается, что если длина моей волны вот такая, она выпадает из моего зрения, я не вижу ее. Она слишком мелкая для меня. Разрешающая способность не та. И получилось, что если я вижу изотоп, ну почему же я его вижу? Что такое изотоп? Изотоп – это не нормальный атом. То есть я вижу, что там в составе вот тут нейтронов не столько, сколько протонов. Частицы – это 10 или сколько, в минус какой-то степени, уже забыл там. То есть это очень мелкие частицы. Получается, что у меня сначала же этого не было, но потом я стал видеть клеточную массу. Потом стал видеть вот это, потом стал видеть вот это. А потом, когда я стал дальше, и мне вот самые мелкие, после этого начинаются позитроны, нейтроны, вернее нейтрино, пенизоны, мюмизоны. Там около 300 частиц. А за ними что стоит? Так называемые 20 теорий кварков. То есть кварки для короля Марка – это за одного. Ученые вот назначили называться это кварками. А чего я говорю – это кварк, странный кварк. Не то, что как-то определять, они разные. А за кварками, думаешь, что полез туда в образах. Показали, как бы еще какие-то мелкие более частицы. Я их назвал, субквадрат-кварки, то есть другие кварки, они мелче. А потом думаю, что дальше еще какие-то… Мне говорят, ты линейно мыслишь. Там нет материи больше. Там, например, показали череп и крест с костей. Я говорю, что такое – смерть, смерть материи. Там нет материи больше. Там начинается другое что-то. Вот тогда я понял, что там вот эти быстро и вовны. И потом в одном исследовании как раз и ключи какие-то получил туда, что нарисую вам. Пусть это будет Создатель. А это Сокровенный Его Вольный мир. И мир первосотворенный. Вот Духовный мир. Это сущностное кольцо сил. Эфир – это материя уже легкая, а материя грубая. Вот с этого момента материя начинается. Это астральная материя, а потом уже физическая. Вот человек стоит на земле. И что получается? Отсюда идет энергия, волна. Если помните, что частицы имеют двойную природу. Корпускулярную и волновую природу. И непринятно, что большее. Поэтому при удалении от источника всегда возьмите лампочку где-то. В колхозе особенно я помню, где-то были на практике. Видно галу. Одно вокруг лампочки такое ясно видно. А второе едва-едва на границе тьма свет. Это вот такие активные зоны что ли и так далее. Поэтому при удалении света от источника теряется энергия, давление, температура. И в конце концов для рассечения на чакре идет. Вот. А дальше вот сама энергия, которая формирует материю. И в том числе и нашу материю. Она же происходит как вот расходится на определенные вихри. И некоторые вихри как снежинки. Один формирует вот такой объект. Другой формирует вот такой объект какой-то. Не важно. Главное, что они по-разному. Эти пружинки, эти вихри смыкаются. По принципу, чтобы не усложнять. Есть воздух, конденсат, вода, лед. Агрегатное состояние вещества. Поэтому есть энергия такая. Расплав полный, абсолютный. Потом идет остывание и формирование сначала легкой материи. А потом вот эти вот. Сформируются уже кварки. Потом более крупные частицы. Потом электроны, протоны. Потом атомы. Потом уже клетки, молекулы и клетки. То есть вот так вот происходит при удалении. Более загрубленная материя возникает. И мы облочку имеем вот из этой материи. Но у нас есть пиетик, и эти составляющие. Человек представлен земле телом со способностью чувствовать. И дальше у нас есть способность к эфирным ощущениям, к сущностным ощущениям и к духовным ощущениям. Пока бессознательным. Мы пошли воевать вот за этот прирост, за сознательность. Но чтобы стать сознательным, чтобы из солдата стал генерал какой-то, он должен был пройти. Фактически земля – это полигон. Или вы поймете и станете людьми. Или будете отбракованы. Вы не способны нести добро, не способны нести свою жизненную на человеческую задачу. Тогда более побежден. Это не значит, что человек будет уничтожен. То есть Дух Человек, когда решается тело, он просто из-за того, что он натворил много нехорошего, и скупит это всё на другом уровне. Это вот эти сковородки грешников. Зарко просто говорят. А потом это отправлено опять на ту полочку, откуда пришёл. На бессознательное. Он не тянет на сознание. Всё. Я просто более короче говорю, во душе не очень много из того, что есть. Не всё, но и есть много. Потому что я прорывался. Где-то года полтора я шёл в одиночку. И мне было очень странно быть против всех. Я вижу, что куда ни сунешься, и всё не так. И меня даже упрекали. «Ну что ты самый умный что ли?» «Ну что ты?» Я говорю, я не вижу, что я самый умный. Я говорю, что я пытаюсь победить. У меня это получается. А вы – у вас не получается. Ну дайте мне, чтобы у меня пополучалось. Пройдёт, может, год твое, может быть, ошибался. Может, я отойду от этого. И потом я убедился, что да. И через несколько лет мне уже сказали, сколько же ты будешь не верить. Ведь ты идёшь правильно. Ты же сам видишь, что кругом неправота, кругом праздник тщеславия, или школа злословия, или там вот это, и всё. Кругом так всё падает. У тебя же получается. Ну доверься, потому что я думал, что это моё тщеславие, что я прав. Оказалось, нет. Вот постепенно, постепенно, я говорю, да, правильно. И ещё потом, когда прошёл год, два, три, у меня появился уже несколько десятков учеников в первые годы, там, пятьдесят, семьдесят. Я смотрю, у них не получается. Квартиры они чистить не могут, потому что это очень большая энергия нужна. Защитить себя не всегда могут, крестить не могут. Я тогда забеспокоился, потому что у меня было такое предположение, что если я отдам это людям, мы как в районе встанем, вот у меня будут соратники, и мы вместе веселее, и пойдём дальше эти плацдарные твоё учить. Мы вместе. Не так хотелось, чтобы рядом было чувство локтя, тяжёлого лыжного проклада. Прошло несколько лет, и я, в конце концов, не мог добиться. Почему? И вот, вопрос один за другим. И в монастырь хожу, молчание, и всё. Я говорю, подожди немножко, подожди немножко. И тут потом я понял, почему мне уже попозже сказали. Я говорю, а теперь у тебя тщеславия почти нет. Тебе дан дар включать людей. То есть это не моё достижение, это не гениальность никакая. Но я был честен. И я хотел искренне этого. Я хотел победы над насилием, победы над несправедливостью. И мне тогда сказали, сначала своё, наведи порядок в своём городе. И вытащи своё бревое из глаза. Она очень тоже сучковатая. Вот вытащишь, тогда сможешь. Не не вытащишь, ну что сделаешь? Вот. Потом вопрос возник, кто такое Атуршин в свете истины написал? Аскар Эрнест Бульгард в Тироле. Кто это такой? Потому что я когда первый раз прочитал в 95-м году, в переходе на 96-е, я полгода читал книгу, я её не читал, я её просто впитывал. Прочитаю и чувствую, вот она даёт одну. Ещё раз читаю, она ещё больше даёт. Третий раз читаю, ещё больше даёт. почему? Я говорю, что человек так писать не может. Потому что прочёл, скажем, вот этот текст, и у тебя, скажем, осмысление прошло вот в таком объёме. Второй раз читаю, но я уже читаю не с нулевой отметки, я уже стал вот таким. У меня сознание резко выросло, у меня различающая способность. прочёл второй раз, у меня уже такое сознание. Третий раз не читаю, я же у меня понимающий как фактор лучше. И так каждый раз происходит, всегда. Я говорю, какая-то бездонная книга. И потом автора я нашёл, он говорит, вы эту книгу, эту весть осознаете до конца, только тогда, когда вы в духе станете абсолютно нормальными. И только тогда вы поймёте, что вам дано. Вы, говорит, то, что вы знаете, это даже не тень знаний, это непонятная смесь каких-то заблуждений с тем, что вы пытаетесь. Но когда вы расходите свои тучи, вот эти грехи, вы поднимитесь вот сюда до духовного уровня, а на самом деле они вот здесь. И Бог сотворил не сразу вас, а сначала первосотворённых, так они называются, а и последники втроения дальше вот этого всего. То есть идёт как передача, потому что сразу мощнейшую волну человек не может воспринять, мы не способны, мы не выдержим, условно говоря, тут двадцать тысяч градусов, а здесь десять тысяч градусов, и можем выдержать там пять тысяч градусов. Вот они как трансформаторы понижающие работают, в раз меньше. А мы должны принять эту волну и уменьшить её до сущностного уровня и до материального. Это наша задача. А мы вместо того, чтобы нести красоту, вот успокоен, видим, на землю, мы начали уничтожать. То есть это вот наша внешняя задача. Внутренняя задача временно это вернуться на круги своя. Были людьми когда-то, хоть и бессознательными, но нормальными. Представьте нас настоящими сознательными людьми. В этом нет ничего великого, в этом есть ваш долг перед собственной душой. Ничего другого. Вот, конечно, вот эти многие-многие ваши жизни за рови тащат всё. Вот, хотя, право говоря, что мы живём один раз, что это ложь, что мы живём много раз, есть, я думаю, определённые оппонирующие аргументы. Если бы у нас была одна жизнь, то, если кто верит в Бога, а не считает, что они верят в Бога, кто это утверждает. Представьте, человек рождается и сразу даун, либо со скидом у мамы. Почему мы недавно шансы у этого ребёнка вырасти, в духе что-то получить? Может, у него шансы, Владимир? Нет шансов. И таких сейчас миллионы. И раньше тоже много было. Почему же этому ребёнку говорят, ну вот пути Господней неисповедимы, до седьмого колена рассчитывать родители. Но при чём здесь? Каждый дух отвечает самостоятельно по своей судьбе. Откуда же этот ребёнок накопил столько отрицательной массы, что миллионы людей не могут даже ничего сделать. Они даже войти в этот мир не могут. Это же несправедливо по отношению к этим конкретным духам. У Бога не бывает справедливости. Они на это ответить не могут. Потому что это ложь. Он набрался это за несколько жизней и прочих. Вот одна жизнь. Он начал грешить, скажем, набрал вот столько. Следующий жизнь он ушёл. Бог. Душа опять приходит через несколько столетий, тысячелетий. Сюда. Но он уже не с чистого листа. А вот уже вот такая у него ордината. Дальше он ещё накопил. И так далее. Ещё больше. Ещё больше. Сейчас мы пришли вот с такой кармой. А сейчас последний час, говорите. Поэтому можем, может, списать вот столько, а вот это останется. Но если вы были честны и по максимуму мы шли, вот это вот как с баланса с вашим Богом. Он говорит, вы были честны и по максимуму мы шли, значит, с вас снимается карма остальная. Ибо вы были эти годы, которые до конца вам даны, вы были абсолютно честны и вышли честно, сколько могли, верили по-настоящему. Нормальные условия? Нормальные. Справедливо? Справедливо. То есть это нормально. И здесь о чём я хотел сказать. Вопрос возникает. Потому что духи разные. Мне говорят, есть же слабые люди, а сильные духи. Почему же это? Несправедливость. Слабому человеку намного дольше идти. Здесь вопрос о справедливости решён давно. Что вот, скажем, когда-то, миллионы и миллионы лет назад, сотни миллионов назад, скажем, высадили с десант духа на земле. Это проходило много тысячелетий, когда людские души приходили. А сейчас вот здесь мы живём. То есть вот этот период заселения закончился давно. Почему? Потому что самому ленивому духу, поскольку вот, допустим, самый ленивый светлячок, а этот посильнее, даны с запасом очень много времени, потому что самый сильный двадцать раз уже достиг по-человеческому уровню, чем хотел бы. Но он не хочет. А по свободе выбора у нас не хочет кто-то сделать. А сильных от земел не будешь. Поэтому вопрос о справедливости решается за счёт дистанции временной. Дано это всё. Вот. И сейчас новые духи сюда не приходят. Приходят только те, которые когда-то заселились. Почему? Опять же вопрос о справедливости. Если эти свеженькие придут без опыта земного, они не равны с этими. У этих колоссальный опыт, а этих нет. Хотя вот кармы меньше, но зато опыта нет. Вот это всё тоже отражено в этих землях. Почему? Я говорю, что она мне очень помогла не изобретать велосипед. Когда вот, видимо, я прошёл свой курс молодого бойца полтора года. Я состоялся, да, я убеждён, что Бог есть это. И я думаю, столько вопросов у меня. Когда же мне искать, когда мне надо уже передавать? И мне вдруг приходит эта книга. И я говорю, я сколько книг уже смотрю, всё ложь. Беру эту книгу, у меня от неё как-то хорошо стало. Начинаю читать, мне даже за три слова. Думаю, так это же моё. Прям проглатываю, проглатываю. Я где за другим раз, два, три, восемь, пятнадцать раз прочитал. Думаю, да уж. Это надо давать людям. Это как настольная книга. Без неё невозможно прорываться. Читаешь, она тебя успокаивает. Она тебя лечит. С тобой Бог говорит через эту книгу. Она ещё не настолько искажена, как Библия. Хотя уже в переводах последних тоже не очень. Что ещё? Какие вопросы, может быть? Давайте, может, вопросы завтра. Давайте завтра. Давайте завтра. Потом ещё подчёркиваю. Я абсолютно никому не нарязываю ни себя, ни свою помощь. Потому что решать вам. Ибо в вашей судьбе вы отвечаете за каждый свой поступок. В том числе и за это решение. Я почему так говорю? Потому что, скажем, небольшое количество, Ну, может, вот из многих сотен людей раза два-три-четыре были люди, которые потом не упрекали. Вот и обещали, что будет здоровье, будет это. Но не забывали о условиях договора. Я помогал только тем, кто идёт. Это тоже такой закон движения. Вы знаете, что если вода течёт быстро, она никогда не станет тухлой. Поэтому горная вода всегда прекрасна. А вот которая по ровне не течёт, она начинает заболачивать, хамыш. Какие-то появляются сверху, плавает что-то уже. Всё. Вот это и есть так же, как и человек. Если он не движется в духе, он начинает тускнеть, бледнеть, болеть. И потом раскачать его довольно сложно. Но можно, если он этого очень хочет. И тем, что, скажем, вы не сможете, как я, или кто-то из вас сильнее, кто-то слабее, помнить, что сверху знает, что у вас, скажем, потенциал такой. А у вашей соседки вот такой. А вот у вашего какого-то знакомого вот такой. Исходя из этих знаний, вам предложат этот, этот и этот. И если вы будете не равны, это не значит, что вы слабее. Просто у вас потенциал на сегодняшний момент стартовый разница. И есть принцип муравья и слона. Слон может взять три вида этого, скажем, четыре бревна огромных. Сам он весит в пять раз больше, чем эти бревна. А муравей вот такой, но он может в два раза больше, чем свой вес взять. Так что эквиваленты эти вот сравнивают, не надо, и боятся чего-то. Не бойтесь ошибок, они неизбежны. И у меня сейчас иногда бывает. Ну, я говорю, мы не можем мгновенно стать абсолютно чистыми. Это невозможно. Но именно максимальная работа над собой, упорство, вера сильная. Оно даст свои результаты. Чем вы будете серьезнее в этом отношении, и чем максимальнее, тем быстрее придут дивиденды. Все. Пожелать вам удачи. Ну и завтра можно продолжить. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok